Всем здравствуйте, дорогие любители Национальной Баскетбольной Ассоциации! С вами очередной 207 выпуск нашего регулярного подкаста и с вами его ведущий, я Марк Бурчков. Сегодня мы отойдем немножечко от плей-офф НБА, подождем размере на его завершение, а пока поговорим о лучших молодых игроках, которые будут выставляться на драфте 2023 года, который уже пройдет в конце этого месяца, если быть конкретнее то 22 июня. Поговорим о Викторе Вимбаньяме, Скуте Хендерсоне, Брэндоне Миллере и еще куче годных драфт-проспектов. И для того, чтобы разобраться во всем этом деле, со мной записывается та же самая команда, которая, на мой вкус, успешно со мной в прошлом году справилась с этой миссией. Если быть точнее, то это один из авторов проекта «Взял мяч», один из основателей проекта «Пик&Ток», человек, с которым мегалампово и классно смотреть фильмы на стримах, будь то ли это Twitch, то ли еще какие-либо платформы. Андрей Панкрашев. Андрюх, спасибо тебе большое, что в очередной раз присоединился. Ну и надеюсь, что у нас получится, как всегда, продуктивная дискуссия, и почему-то я в этом не сомневаюсь. Да, всем большой привет. И мне очень нравится именно вот этот формат разговора про молодых, потому что мы всегда даем такие авансы, мы закидываем какие-то, может быть, заранее критические наши комментарии, а потом смотрится, как они сбылись. То есть, по сути, мы сами у себя, в том числе, такими разговорами вызываем еще больше интерес, чтобы следить за молодняком во время первого их сезона. То есть, за такими командами, как Детройт, Шарлотт, Хьюстон, это единственная причина, порой, чтобы за ними смотреть. Так что давайте в очередной раз распределим, кто же тут посильнее. Ну и второй сегодня мой соведущий, да, действительно, мы сегодня записываем втроем, это человек, который максимально подробный и максимально быстро, что самое главное, пытается освещать новости, связанные с НБА, но, что самое главное, именно в сегодняшнем выпуске НСАА, человек, который был максимально близок к тому, чтобы свергнуть Рому Сприкута с трона баскетбольной своей игры, но, к сожалению, не получилось, не фартанул. Коля Зеленкин, спасибо тебе большое, Коль, что присоединился в очередной раз, но, опять же, надеюсь, что ты тоже нас сегодня порадуешь какими-то своими прикольными мыслями относительно молодняка, который вот нас ждет на драфте. Привет! Всем привет! Замечательное время. Лучшее вообще, за что я люблю баскетбол и НБА, это драфт. И могу каждый год на эфирах с Марком уже второй год подряд, с Андреем, по-моему, уже четвертый год подряд мы обсуждаем драфт, ответить мемом. И куда это вас привело, снова ко мне, да, по NCAA студентам. Сегодня будем много говорить. Ну и перед тем, как начать, конечно же, стандартные дисклеймеры. Лайк авансом, поддержите этот выпуск своим пальцем вверх. Это очень сильно помогает в продвижении нашего контента на просторах Ютуба. В последнее время активность на канале прям радует глаз. Надеюсь, что и этот выпуск, который обычно собирает меньше обычных, потому что, ну, как бы, никому особо не интересно, наверное, эта молодежь, но мы исключение. И, надеюсь, вы тоже и лайком нас в итоге одарите. Также, конечно, подписывайтесь на канал, если ранее этого не делали. Ставьте колокольчик, чтобы первым узнать о выходе новых подкастов, новых стримов, которые в последнее время стали здесь регулярной штукой. И также, конечно же, оставляйте комментарии, которые являются самым главным топливом продвижения контента на Ютубе. Желательно от пяти слов, чтобы эти алгоритмы Ютуба просто пушили ваши комментарии и в итоге помогали большему количеству людей узнать о нашем проекте. И, конечно же, как всегда, лучшие комментарии под выпуском всегда попадают в выпуски новые. И вот в прошлый раз таких комментариев было целых два. Первый комментарий был от пользователя с никнеймом Чайка, который написал следующее. Хочется выразиться по поводу Тейтума. По моему мнению, он не сильный морально, как были Коби и Майкл. Дальше тут идет большой абзац, который я ради экономии времени, честно говоря, не буду зачитывать. Но, увы, обязательно остановите. Тут куча дельных мысль относительно менталки, относительно каких-то игровых аспектов. В общем, Чайка, респект тебе и надеюсь, что не в последний раз твои такие комментарии вижу. Ну и второй комментарий оставил Святослав Гуляев. Здесь я зачитаю, потому что здесь одно предложение. Всегда очень много действительно дельных аргументов против Майами, но они все равно побеждают. Мы записываем этот выпуск во вторник. Я думаю, Андрею вообще пока и в такой комментарии слышать. Пока счет серии 1-1. Может, в тот момент, когда выпуск выйдет, счет будет уже 2-1 в пользу Майами. Хрен его знает. Уже я ничему не удивлюсь, честно говоря. Ну вот, вот такие вот комментарии у нас сегодня. Ну а мы, пожалуй, на этом моменте будем приступать к обсуждению. И первый пик этого драфта, мне кажется, об этом было известно, может быть, за 2, может быть, за 5 лет, может, за 20 лет. Я не знаю. Ну, в общем, короче говоря, это, конечно же, Виктор Вимбаняма. Центровой из французского метрополитена. Он во всех абсолютно драфтбордах. То есть там... Я основываю всегда свой анализ и всегда узнаю новое что-то о молодых игроках от 4-х драфтбордов. Это Ringer, конечно же, это NBADraft.net, NBADraft.room и Tankofon. И на всех из них он безальтернативно первый. Также стоит, наверное, чуть-чуть я поспешил, но вот рассказать формат сегодняшнего выпуска, да. То есть ребята основывали свои мокдрафты чуть-чуть отождествляясь от... Абстрагируясь, правильнее сказать, от команд, которые будут выбирать. И делали упор именно на талант игроков, насколько они считают их талантливыми. И я попросил ребят перед выпуском сделать топ-10, топ-12 этого драфта. И потом путем среднего арифметического мы пришли к нашему мокдрафту. Очевидно, что и Коля, и Андрей выбрали Вимбаняма первый. 19 лет, рост 7 футов 3 дюйма, Вингспан 8, блин, футов. Статистика в регулярном чемпионате Франции 22 очка, 10 подборов, почти что 2 сплейна асиста, 3 блокшота. В плей-оффе немножечко у него результативность просела до 18 очков, но в целом как бы все равно это что-то с чем-то. Таких людей мы не видели давненько, как пошутил Коля перед записью нашего выпуска, что на самом деле он приезжает с французской базой инопланетной из мультфильма Лилы и Стич, поэтому вполне допускаю, что это правда. Ну и Коля, вот я сказал, что Коля у нас такой шутник, пусть он тогда и сперва расскажет вообще про Вимбаняму. Что его делает настолько уникальным и почему это самый хайповый товарищ, выходящий на драфт, пожалуй, со времен Леброна Джеймс? Да, соглашусь, что это точно за 20 лет самый замечательный проспект. Хотя у нас были очень расхайпованные 4 года назад Зайан Уильямсон и 11 лет назад Энтони Дэвис и Карл Энтони Таунс тоже точно первым уходил. Но это талант поколения, который игрок будущего, который сочетает в себе атакующие защитные навыки, подвижность, суперогромный рост, выше него там только Марьянович и, по-моему, все, если я не ошибаюсь. Но это он еще растет, он 7,2 сейчас, а буквально год назад там было 7,0 у него рост. Или когда был чемпионат мира Ю-19, они в финале играли в США. В общем, человек прогрессирует на европейском уровне, выиграл все, что можно в рамках Франции, не как Дончич в рамках Европы, но хотя бы в рамках своей страны, и приезжает готовым проспектом в команду, которая как будто бы его заслужила исторически, или просто повторяющаяся история, подогнала Сан-Антони Усперс такого замечательного человека. После Тима Данкона, после Данкона Робинсона, и поэтому вот талант поколения, который вписывается в один ряд с такими первыми пиками по своей значимости и готовности к НБА, как Тоджо Дэвис, Данкон, Шакки Ло-Нил, Патрик Юинг, кто там у нас был, Аллу Джвон, Карим, Билл Уолтон и так далее, и так далее. Поэтому здесь добавить нечего, посмотрите, как этот человек двигается при своем росте, как он владеет мячом, как он бросает трехи, а если не попадает, то сам же подбегает из-за дуги, докладывает сверху. Ну, это просто на бумаге замечательнейший проспект, чуть ли не готовый All-Star. Посмотрим, как будет, что там будет со здоровьем, да, вот, вдруг ему не повезет, не дай бог, как Чету Холгрому, да, на первой же минуте предсезонки сломаться от Леброна или еще кого покрепче, вот. Поэтому будем верить, что это просто будущее НБА и очередной европейский суперталант, каких у нас в лиге целых там три из пяти, да, если я не ошибаюсь, в первой символической было. Единственное, что чуть-чуть тебя поправлю, там даже не первая игра предсезонки была, а там даже какие-то любительские игры, по-моему, в Сиэтле или где-то еще. А, да, точно, точно, они же вообще играли на каком-то турнире минимально. Да, то есть формально у нас не успел даже ни одной игры в Оклахоме даже предсезонки провести. И да, действительно, в случае Вимбаньямы, наверное, единственным каким-то фактором, который может остановить его путь к успеху, это действительно здоровье, потому что я абсолютно не допускаю возможности того, что там Вимбаньяма станет человеком, который не оправдает именно игровые ожидания. Я думаю, все чисто упирается в здоровье. Если говорить в какие-то вот истории сравнения, то помимо тех там фамилий, которые Коля назвал, большинство драфт-экспектов сравнивают его, конечно же, с Парзингисом повыше, со скиллсетом Дюранта. Вот такая вот характеристика дана французу. Ну и также вот Абдул Джабар или Ральф Сэмпсон с броском. Такие вот легенды уже 80-х, 70-х, 90-х. Короче говоря, очень давних времен. Ну и в целом, да, человек умеет по большому счету все. И про него просто уже настолько все известно и настолько расхайпленная личность, что добавить особо и нечего. Но Андрея обязательно надо вовлечь, конечно же, в разговор. Андрей, добавь, может быть, чего мы там забыли сказать про Виктора. И, в принципе, я думаю, можно будет переходить к другим игрокам, чтобы уделить им больше внимания, потому что они такому мейнстримовому зрителю, так сказать, менее известны, чем тот же самый Виманьяма. Ну, слушай, я не буду тогда вдаваться в какие-то рассказы и подробности. Наверное, некий такой вот просто свой заход использую, потому что его действительно и с Холмгреном там сравнивают, и сравнивают с такими игроками, которые... Ну, Порзи, в принципе, ведь тоже травматик из той же вот банды. Высокий, продолговатый, худощавый, который при этом не может долго оставаться здоровым. То есть это главный скепсис на его тему. Но с Виманьямой, когда мы говорим вот о том, что он из себя представляет сейчас, он же как раз сам даже говорил, как он развивался во французской лиге. То есть он говорит, слушайте, это для меня были шикарные лабораторные условия. Я хочу сказать спасибо всем, кто меня уговорил здесь остаться, потому что это вроде бы такой типа защитный, да, европейский баскетбол, типа контактный, но при этом он не сверхатлетичный. Я постепенно обрастал там и массой, с ним действительно много занимались, много этому внимания уделялось. И то есть Холмгрен, там мы вспоминаем предыдущие годы, там Блейк Гриффин, Джей Лимбит, Бен Симмонс, люди, которые первый год свой пропускали в лиге, они же постепенно в зале, они не просто там отдыхали, где-то лечились. Они постепенно наращивали мышцы, постепенно наращивали массу, старались быть крепче, устойчивее к травмам. Как известно, почти все из них все равно ломались. А вот люди, которые приезжают из Европы, они в принципе, особенно поиграв в более-менее профессиональном уровне, они держатся долго. Поэтому насчет Вимбаньяма, вот этот скептицизм, он как будто чуть меньше, чем на фоне того же Холмгрена, например. Поэтому я надеюсь, что Виктор будет, или Виктор, как там правильно, подольше сможет выступать. Да, с этикой у Виктора вообще абсолютно нет никаких проблем. Это точно типичная европейская школа. Ну и еще такие два фактика я закину про Виктора и будем переходить к другим игрокам. Во-первых, прямо сейчас, пока мы говорим, буквально через несколько минут стартует финальная серия чемпионата Франции, где Виктор будет со своим митрополитеном выступать против Монако. И в полуфинале он обыграл не кого-то, а Асвелл, очень сильную команду тоже из Франции. Из которой, ребят, поправьте меня, если не прав, он как раз-таки переходил прошлым летом для того, чтобы попасть в более тепличные условия. Это прикольный момент, это оттуда же пошел весь вот эта теория заговора, что, типа, одна команда, по-моему, Тони Паркера, а вторая Борис Диао, если я ничего не путаю. И вот когда после этого Пик отправляется в Сан-Антонио, и типа про это знали еще там в ноябре, это вот основная теория заговора, она на самом деле корнями идет оттуда. Я добавлю свою теорию заговора, которая с НБА не имеет ничего общего. То есть многие задаются вопросом, почему Виктор перешел вот именно из одной из, как тогда казалось, сильнейшей команды Франции в довольно сырую команду под названием Митропольтен, у которой тогда не было своей идентичности, которая появилась, по большому счету, после этого сезона. У меня, честно говоря, есть небольшая такая теория заговора, то что Асвелл, насколько я помню, принимал участие в Евролиге, и отчасти, может быть, агенты Виктора не хотели, чтобы на фоне игроков посильнее, там, из того же самого Мадридского Реала, Барселоны или еще откуда-то там, Виктор выглядел бы не так доминатно, как он выглядел просто в чемпионате Франции, выступая за Митропольтен. Поэтому можно об этом так подумать, а можно подумать о том, что они просто реально выбрали более продуктивные условия для своего игрока, который по ходу сезона давал прогресс, и что в итоге привело к тому, что по факту его команда вышла в финал, а та нет. Поэтому посмотрим. В любом случае, вимбонями желаем удачи и здоровья, и поздравляем еще раз, пользуясь случаем болельщика Сан-Антонио, с тем, что они победили в лотерее на судьбоносном драфте 2023 года. Переходим ко второй позиции, и тут у нас Куд Хендерсон. Это у нас Point Guard из команды G-League Ignite, из которой в прошлом приходили Джейлин Грин, Джейден Харди и другие люди. В целом, человек тоже очень высоко котируется. Он второй в мок-драфте NBA DraftNet, третий на танкофоне, на NBA DraftRoom, на рингере. И так получилось, что среди наших ребят, с кем мы сегодня записываемся, вторым он был в списке Коля и третьим в списке Андрея. В целом, это 19-летний гард с ростом 6 футов 2 дюйма, с вингспаном 6-9. С точки зрения игроков, на кого он похож, все говорят сравнительно очевидные вещи. То есть, атлетичный комбо-гард, это Рассел Уэсбург, конечно же, это Деррик Роуз, Джамарант, может быть, Джейден Айви, который вот выходил на драфт в прошлом году. По статистике, в G-League у него было 16 поин-очков, 5 подборов, 7 ассистов на 3 с поин-потери, по одному перехвату, половина блокшота. С точки зрения очевидной слабости, которую сразу бросает за глаза, это трехочковый, потому что у него на трех попытках чуть меньше 28%. И в целом, как будто бы непонятно, хорошо ли он подходит под команду, которую будет выбирать по вторым номерам, Шарлотт Хорнеттс. Но, напоминаю, что мы сегодня об этом не заботимся, мы смотрим чисто на талант. И, наверное, первым я вовлеку в разговор Колю, потому что он выше поставил Скута, чем его визави Андрей. Коль, чем это оправдано? И как бы ты охарактеризовал Хендерсона, вот если бы я был генеральным менеджером одной из команд НБА и вообще ничего бы не знал бы про молодежь, мне бы было интересно послушать твое мнение? Огромный поколенческий талант, о котором тоже говорили давно, даже чуть раньше, чем о Вембе, потому что все равно американцев смотреть проще. И еще в школе он из Джорджии, из Атланты, он был одним из лучших в своем поколении и не зря подписал в 17 лет контракт с Ignite, с G-лигой, еще до потенциального выбора колледжа. И тем самым стал самым юным профессиональным баскетболистом в истории США и их американской системы, потому что он до 18-летия подписал на этот миллион-полтора-два в год. И еще тогда был замечательным талантом, который развился в G-лиге. Я в целом был не самым главным сторонником этой инициативы, Team Ignite, но, как мы видим, по Джейлену Грину все равно получить какой-то уровень подготовки, и конкуренцию пусть и с какими-то ветеранами или ребятами из G-лиги полезна. И он, как мне кажется, по максимуму это получил. В плей-офф он там неплохо смотрелся. Вот. А так он приходит максимально подготовленным в физическом смысле. Тоже за него физика играет, да, вот. Как ты отметил, что он замечательный взрывной плеймейкер. Вот. И, как мне кажется, что на многих предыдущих драфтах, например, в 2020 году, он мог быть выбран под первым пиком. Ну, или вообще под первым пиком этого драфта, если бы не существовало вот этой вембомании, как я называю, вокруг француза. Вот. И мне он даже напоминает чем-то с точки зрения подготовки и прихода в лигу Энтони Эдвардсона на том же драфте 2020-го, который я только что упомянул. Вот. Где Энтони был выбран под первым. Вот. И скуд действительно большая проблема для защиты соперника уже с юных лет. Естественно, он, как и многие, будет приходить сырым, будет прибиваться, как тот же Джейлин Грин, да, другой талантливый защитник из Тим Игнайт. Вот. И, естественно, ему самому нужно расти, но, как мне кажется, очевидный номер два в классе этого года, несмотря на то, что он не готовил себя в университете, но при этом, как мне кажется, подходит на максимально большом сплаве таланта и физической подготовки. Чуть больше, чем его оппоненты из университетов, о которых мы сейчас поговорим, да, но прежде всего, наверное, там будет Брэндон Миллеру, по-моему. По поводу Скута еще стоит отметить, что, по-моему, осенью были выставочные игры между Метрополитеном и командой Джейлин Гринайт, как раз в котором участвовали и Вимбаняма, и Хендерсон, и в первой игре, безусловно, француз выглядел, наверное, получше, и монументальный, и уникальней. Просто, ну, такая шпала 7.3, которая дриблит уже на уровне, ну, точно лучше Джейлина Брауна, наверное, ладно, может быть, не факт, но, по крайней мере, можно об этом позадуматься. Но вот Скут в первой игре выглядел очень прилично в тех выставочных матчах. Во второй, к сожалению, по-моему, он получил травму буквально в начале игры, поэтому не смог проявить себя в полной, ну, как бы, с полной стороны. Но в целом Хендерсон действительно интересный проспект, и что еще отмечают его лидерские качества? То, что куда он не придет, он станет сразу альфачом, который будет очень громким голосом в раздевалке, и командам, которым не хватает лидера, вполне себе это может быть на руку. Вот мы как-то вот о многих положительных чертах Скута говорим, но Андрей при этом поставил его на третье место, следовательно, он считает, что кто-то был лучше него, и, может быть, тогда с такой стороны Андрея, может быть, стоит поговорить о каких-то негативных аспектах, или какие-то части его игры, которые вызывают всеобщий скепсис Андрея. Ну и в целом, опять же, если ты хочешь за какие-то штучки его похвалить, опять же, не стесняйся. Не, безусловно, это прям фрик для своих и лет, и, ну, размеров, то есть безусловно. Но вот история с G-лигой для меня все еще определяющая. То есть, когда я вижу проспекта из G-лиги, у меня три, там, знаешь, на три, на четыре вопроса к нему будет больше, чем проспект из университета, или проспект там из профессиональной, какой-нибудь австралийской, европейской, какой угодно команды. Все дело в том, что вот мы как раз про Джелина Грина вспомнили, и у них, по сути, одна и та же проблема. Джелин Грин до сих пор не умеет найти вот свой постоянный, какой-то стабильный, правильный баскетбол. То есть, ровно он выступать так и не научился. У нас Джелину Грину, как и, ну, вот ко многим баскетболистам из G-лиги, такой вопрос. И вот мы же общались с ним в одном из эфиров с Кэмером Янгом. Кэм Янг – это чувак, который вместе с ним в G-лиге бегает. Мы связались с ним, разговаривали, и Кэм Янг отметил, что вот он там не вылазит из зала, что это, типа, первый парень, который приходит в зал, последний, кто уходит. То есть, бешеная трудовая этика, все очень здорово. Но его игра на паркете вызывает вопрос именно не с точки зрения трудовой этики, а с точки зрения погружения в игру. Порой кажется, что он больше индивидуально хочет отметиться, вот еще одна параллель с Джелином Грином, чем дать пользу своей команде. Особенно это на своей половине чувствуется. Стабильно от владения к владению он не оборонялся. То есть, он может в одном владении ввиду своих данных включиться так, что он просто выключит человека. Но это может быть в одном владении из десяти. Называем ли мы такую защиту хорошей, скорее нет, чем да. И вот эта история с G-лигой, она меня смущает, потому что там оттуда не пришел человек, который на регулярной основе, стабильно мог бы играть в баскетбол, который играл в баскетбол такой грамотный, который прививают либо в профессиональных клубах, либо в университетских командах, где все через систему тренерскую построено, где все построено через конкретную четкую роль в команде. Здесь этого нет. И вот у меня есть просто, знаешь, это вопрос не по таланту и апсайду, который у него есть, а это вопрос скорее потому, что из него можно выжить, если он попадет в неправильную систему. Потому что, приходя высоко, ты скорее всего попадешь в систему, в которой тебя не супер будут развивать, например, Шарлотт Хорнец. И здесь у меня ко всему вопрос, то есть это же такой классный атлетичный гард, и кому он из первых топ-команд нужен будет? То есть все равно мы, понятно, мы не исходили из того, что команды, к какими пиками они будут выбирать, мы не исходили из потребностей команд, мы исходили из топ-таланта. Но Скут это единственный человек, на котором я хотел бы здесь оговориться. И учитывая, что топ-1 уже ясен, топ-2, топ-3 это Шарлотт и Портланд, соответственно, и у меня есть ощущение, что Скут скорее всего будет обменен, и вопрос, в какую систему он попадет. А если игрок настолько зависим от системы, то посмотрим. И правильный момент, что с Джампером там все очень тяжело, вроде технику все там нахваливали, все моменты с его релизом, но он, а, долгий, и, б, хорош только на тренировках, типа духа Бен Симмонса. То есть, когда ты на тренировках все попадаешь, а с игры у тебя реально 17%. То есть, там 27% я видел на драфтнете, но вроде в джилиговской статье у него 17% по сезону. Может быть, я видел это на конкретном отрезке. Поэтому вот из того, что я видел, потому что мы по джилиге там и разговаривали, я и пару матчей глянул, меня это расстроило. То есть, я пока не вижу, что он прям готов с головой погрузиться в мир NBA. Надеюсь, я окажусь неправ. Но все равно на фоне других поинт-гардов мы сегодня еще о нескольких поговорим, но, наверное, он выделяется с приятной стороны. Там есть прототипы. Как безусловно. И поэтому, какую команду попадет, если они будут ему уделять должное внимание, то, опять же, если мы говорим о трудовой этике, то у Скута все должно классно получиться. В принципе, если, ребят, вам нечего добавить, то давайте переходить к нашему третьему пику. А это Брэндон Миллер, который, кстати говоря, является фаворитом на вторую строчку в большинстве могдрафта. То есть, он второй на танкофоне, на NBA драфтруме, на рингере. Третий только он на NBA драфтнете. Вот когда мы сегодня выбирали, то он оказался вторым у Андрея и аж четвертым у Коли. Кто был третий у Коли, мы поговорим чуть-чуть позже, но пока сосредоточимся на этом юноше, который является фрешменом из Алабамы. Если вы вдруг не знаете, кто такой фрешмен, это люди, которые один год отучились и сразу идут в NBA. Играет он на позиции легкого форварда. 20 лет, рост 6-9, вингспан 6-11. Статистика по сезону 19 очков, 8 подборов, 2 асиста, почти что по одному целому перехвату и блокшоту. С точки зрения процентных его показателей, 43% с игры, 38,5% из-за дуги, при том, что он бросает 7,5 раз. А по меркам студентов, это прям, ну, очень такие большие цифры на самом деле. 86% с линии штрафных. Если мы говорим про какие-то сравнения, которым приписывает большинство окт-драфтов, то это Пол Джордж, Дэнни Грейнджер, Руди Гейт. То есть, по большому счету, такой высокий форвард, который имеет все навыки атакующего защитника, который готов бросать из любых позиций, имеет эффективный бросок, с очень классным релизом, быстрым, высокой точкой, который сложно заблокировать. И это человек, который в первую очередь будет сосредоточен на скоринге. В прошлый раз мы начинали с Коли, теперь с Андреем все-таки давайте начнем, потому что именно он поставил Брэнда Миллер на вторую строчку, и значит, он в нем видит больше, видимо, потенциала, больше каких-то положительных черт. Поэтому давай, Андрей, тебе слово. Опиши, пожалуйста, почему у тебя такие высокие ожидания от этого игрока. Слушай, надо, наверное, начать здесь резюме. Вот Коля меня, если что, поправит, потому что в The NCAA он чуть больше следит и шарит. Вот, если я ничего не путаю, в своей конференции СЭК в Алабаме он стал и новичком года, и игроком года, да, вот этот Пой отдельные награды, и вот MVP на стадии. То есть он все, ну, по сути, все основные награды забрал. А СЭК, я не скажу, что это прям лучшая, наверное, конфа, но это убедительно. То есть когда один игрок собирает практически все возможные награды, это сильно. Тем более, что в NCAA порой любят там игрока года Люки Гарди, например, отдать, если я ничего не путаю. То есть это, опять же, ну, вот о многом говорит, что новичок залетает, и в этой студенческой среде он чувствует себя, как вот говорят часто, man among boys. То есть он прям уверен. И когда мы говорим о том, что он действительно здорово бросает, он 3-level scorer, и причем не просто 3-level scorer, да, который набирает с любой дистанции очки, он еще и, по сути, вот этот вот игрок тройной угрозы. То есть если перед ним защитник его роста или ниже, он будет набирать очки через него, прямо бросая, может быть, в руки, и он будет с этим справляться, и это, ну, это лучше, чем Джабари Смит-младший, которого расхваливали в прошлом году за это же. Если мы говорим про его угрозу более, там, про его работу с более высокими игроками, первый шаг там восхитительный. Он тоже очень сильный атлет. И при этом у него очень недооценен пас. Мне кажется, что вот это прям та сфера, про которую вообще редко говорят у игроков такого уровня, но когда он играет на трех стадиях, когда он хорош при наборе очков, и при этом ты не можешь отойти от него там влево, точнее, ты не можешь слишком близко к нему подойти, ты всегда должен еще и контролить его потенциальный пас влево-вправо, через голову, если ты ниже, а он, извините меня, 6-9, то это солидно. У него очень неплохой набор навыков для нападения. Все есть для того, чтобы быть хорошим в защите. Именно с точки зрения атлетизма, с точки зрения вовлеченности в игру, это игрок, у которого может быть не так много таланта, как у Скута и у Вембы, но у него нет слабых мест. То есть у Вембы и Скута вот реально тыкать пальцем сейчас и говорить, ну вот здесь вот он может быть нехороший, у Вембы там мяч легко снизу подбивать, в то время как Миллер приходит, и он может быть не настолько талантлив, но это, знаешь, это safe to pay. То есть ты спокойно пикаешь его, и ты можешь быть уверен, что это игрок старта, в которого ты можешь вкладываться, там, в условном Шарлотт, тем более под Ламело Бола. Относительно, опять же, каких-то других цифр, которые подтвердят феноменальность его броска, у него почти 40% в НТА по кетч-н-шут броскам, именно с получения 80 из 201 броска по сезону. По поводу пасса. Стоит отметить, что все-таки он в зачатке. Да, действительно, там есть какой-то потенциал, но 27% пик-н-роллов, которые он играл как именно болл-хендлер, заканчивались потерями. Это, конечно, очень плохо, но с другой стороны, мы говорим о человеке, который не профильный, пасующий, и, в принципе, то, что он это делает и готов учиться на своих ошибках, это хорошая штука. Но вот по поводу Джабари Смита, вот я при подготовке выпуска поймал себя на мысли, что прям их кейсы почти один в один. Единственная разница, что Джабари Смит больше классифицируется на обороне, а вот именно Миллеру больше в плюс его игру в пас приводит. И, кстати говоря, вот это, наверное, один из недочетов Миллера на данном этапе, что пока непонятно, что будет у него с обороной, он довольно худощав, у него маленькая рама для человека таких размеров, и, то есть, этим будут пользоваться игроки НБА в первые годы его игры точно. Поэтому, не знаю, вот я вот очень много параллелей провел между Джабари Смитом. Рано еще говорить, что там Джабари провал или еще что-то, но его первый сезон был, ну, точно ниже моих ожиданий. Разочаровывающим. Да. Коль, ты вот поставил Миллера на четвертую строчку, ты тогда тоже можешь сосредоточиться, может быть, на каких-то сторонах, где Миллер вызывает скепсис, ну, или, может быть, похвалить за какие-то штуки, которые мы с Андреем не проговорили. Не, на самом деле, действительно замечательный игрок года в СЭКе, да, там много именитых университетов, пусть и не у всех был хороший сезон, там, ЛСЮ, Арканзас, Кентукки, Джорджия, Флорида и так далее. Вот. Но именно с ним произошла та проблема, которая вообще со многими ребятами, о которых мы сегодня есть в 110 будем говорить, в ответственных матчах в рамках студентов, где они все равно котируются, как звезды, это полный провал. Вот мартовское безумие из топ-10, о которых мы сегодня будем говорить, у меня очень-очень мало примеров, которые хорошо себя проявили. Вот. А именно здесь у нашей звезды Алабамской Брэндона Миллера было, во-первых, в самом безумии, три шанса, у него было три игры, в которых он провалился в первой против супердеревенского университета Техас Корпус Кристиан, там у него ноль из пяти с игры. Затем во второй игре они выиграют Мэри Лэнд, он набирает 19 очков при реализации 5 из 20, и команда как бы за счет класса проходит Мэри Лэнд. Ну и в третьем раунде, когда уже Sweet 16, все набирают обороты, он полностью проваливается, это San Diego State, будущий финалист, тоже те же самые, там меньше 10 очков при херовой реализации. Можно подумать, что как бы мартовское безумие, переживать из-за плей-офф, то, что все решается одной игрой, однако, вот, собственно, выигранная ими плей-офф конференции SEC, где они в финале выиграли Техас и НДМ, тоже в финал им провалился. Он стал MVP всего плей-офф, но в самом финале тоже выдал что-то там вроде 5 из 20. Вот, поэтому как и ноги... Можно я докину скепсиса, короче, вот я отдельно хотел вот эту историю рассказать. Вот самая большая проблема по Миллеру, помимо обозначенных колей про важные матчи, это же еще история с оружием, которые никуда не уходят имени Джану Фаранта. Да, я к этому веду, да, что человек, возомнивший себя звездой, понятно, у него были замечательные матчи против Гонзаги и Южной Каролины, но все равно на этом фоне, на фоне звездности в Алабаме и так далее, и такого своего характера как бы не соблюдал дисциплину в плане обращения с оружием. Да, была такая история, вкратце расскажу для тех, кто не знает, что из его личного оружия его одноклубник, баскетболист тоже, застрелил девушку в какой-то ссоре уличной пьяной. Нет, там не Дариус Майлс, там история, по-моему, была, что он тоже передал кому-то пушку, действительно, из пушки Миллера застрелили кого-то, но типа третье разыскиваемое лицо, которое не упоминалось в сводках, даже когда уже были вот эти истории. Ну, насколько известно, да, в итоге его не признали виновным, вообще только как свидетелем, но это сыграло еще и на драфт-комбайне, на интервью, точнее, клубных. Большой минус для него, то, что некоторые команды, которые выбирают в топ-5, спрашивали его, слушайте, расскажите про эту историю, он кратко отвечал, все вы можете узнать из новостей, я комментировать это не буду, поступил достаточно непрофессионально, потому что мы знаем, что интервью у новичков перед драфтом это очень важный момент, и многие команды усомнились в том, что он на своем звездном студенческом характере может проявлять себя неподобающим образом. Вот. Не то, что у него, в принципе, есть оружие, хотя это тоже вызывает вопросы, но и то, что он с ним так обращается. Тот же Джамаренто, которого мы сейчас знаем, который тоже был звездой университета, уходил в топ-2, зажегся этим всем хулиганством только в NBA, когда добился там больших контрактов, и в целом, когда стал уже почти сформированной звездой. Вот. А здесь эта проблема на фоне того же Моранта происходит в университете, и это может оттолкнуть, это психологический момент, с которым трудно вырасти в большого игрока. Клубы об этом знают, и, возможно, мы его увидим не в топ-2 или 3, а в топ-4 или 5, к примеру. Ну, вряд ли он упадет сильно ниже, потому что большой талант, действительно. Но все равно это такой зачаток, из-за которого я его поставил чуть ниже более дисциплинированных и перспективных в плане менталки будущих баскетболистов. Ну, единственное, что я не соглашусь, что прям непрофессионально поступил Брэндон Миллер. Я, конечно, будучи бы представителем команды, конечно, скептично бы ко всему этому отнесся. С другой стороны, Миллер правильно делает, на мой вкус, то, что не говорит о вещах, о которых может лишнего сболтнуть. И, наверное, лучше там оставлять все это своим юристам, все дела, но у юристов никто интервью во время драфт-комбайна не берет. Поэтому, как бы, тут действительно опасения возникли. Ну, и забавно, что, действительно, вот этого одноклопника звали Дариус Майлз. Это, видимо, судьба у такого имени и фамилии, потому что сразу же ассоциация с игроком середины нулевых из Клиперс, который тоже там по пушкам угорал и по хулиганству. Поэтому, действительно, если слушать этот выпуск, не называйте своего сына Дариусом Майлзом, иначе он у вас будет каким-то бандитом. Вот. Короче говоря, давайте двигаться дальше, ребят. По Брэндону мы, в принципе, полностью все оговорили. Четвертый пик, который на драфте будет принадлежать Юстон Рокетс. И вот так вот, опять же, абстрагируюсь от команды, но вот у нас под четвертым номером оказался Амин Томпсон. Это один из братьев Томпсонов, о втором мы поговорим чуть позже. Оба они приходят из команды Овертайм Элит. И я уже прям чувствую, как у наших слушателей возникает вопрос, откуда, ёпта? И у меня был такой же абсолютный вопрос, когда я готовился к этому выпуску. Поэтому давайте я буквально расскажу в двух словах. Овертайм Элит это такая лига, которая была создана в 2021 году и проходит в Атланте от 16 до 20 лет баскетболистов, где игроки зарабатывают минимум 100 тысяч в год. То есть, понятна мотивация братишек Томпсонов. Туда сейчас рекрутируется очень много юных баскетболистов, которые впоследствии могут стать топовыми пиками на драфтах дальнейших лет. В целом, что в этой лиге происходит? Там есть шесть команд. В одной из них, которая называется City Reapers, как раз играли братья Томпсоны. И они стали победителями этой лиги. Вообще, в целом, команду тренировал Кевин Олли. Это человек, который играл в НБА, по-моему, на протяжении 13 сезонов. И буквально на днях стал одним из ассистентов Монти Уильямса в Детройте. И стоит отметить, что в состав директоров лиги входят такие видные люди, как Пол Газоль, Кармел Энтони, Джей Уильямс. То есть, это не какая-нибудь школа Канью Эста, баскетбола, которая организовывалась там. Поэтому тут действительно все намного профессиональнее выглядит. Если возвращаться конкретно к игроку, то это комбо-гард, который скорее тяготеет к поинт-гарду, нежели шутинг-гарду, но, по сути, может играть на обеих позициях. С точки зрения именно его котировок на драфте. Он четвертый на танкофоне и на НБА Драфт Руме, шестой на рингере и восьмой на НБА Драфт Нете. Если мы говорим про наш сегодняшний состав, то Коля его поставил аж третьим, да, выше Брэндона Миллера, о котором мы говорили выше. У Андрея он оказался пятым. Парню 19 лет, рост 6-7, Вингспан 6-9. Если смотреть на его статистику, то он делал в этой лиге 16 очков, 6 подборов, 6 ассистов на 3 потери, 2,5 перехвата, почти что целый блокшот. С точки зрения эффективности с игры 57% и за дуги 23%, почти что на 3 попытки, 65% с линии штрафных. С точки зрения сравнений, самые такие яркие, которые я находил в западной части интернета, это Лэтрил Спрюэлл, Шон Ливингстон до того, как получил ту самую злосчастную травму, ну и еще сравнение было очень высокий Маркел Фульц. Сравнения, конечно, вызывают небольшой скепсис, честно говоря, да и вообще в целом при подготовке у меня возникало очень много вопросов, конкретно по вот этому даже одному из братьев. Ну, по второму тоже есть вопрос, но поэтому как будто их больше. И в целом, как бы, очевидно то, что бросок находится в максимально зачаточном состоянии, там с техникой есть большие проблемы. Это можно сделать вывод не только по проценту 3, но и по проценту, сожалению, линии штрафных. Он пытался менять механику броска, но прогресса все равно не было. Но в целом довольно атлетичный парень, и опять же, именно его какие-то результаты, достижения по ходу его молодой юной карьеры говорят о том, что, в принципе, он победитель по жизни. Сможет ли он это перенести в ассоциацию, мы, конечно, посмотрим. Коля поставил его выше, поэтому, Коль, давай начинай. Что из себя представляет Аман Эйман? Не уверен, как правильно его фамилия произносится, но давайте он, как хотите, так и называйте его. Короче, что ты думаешь о первом братце Томпсоне? Ну, я наполню про овертайм элит, да, что это очень коммерчески большая развитая лига, в которой первыми инвестициями в 2021 году получила 80 миллионов долларов. И помимо вышеупомянутых совладельцев ее, там была и куча спонсоров, вроде там Джеффа Безоса, сооснователя Реддита Аганяна, Кевин Дюрен туда вкидывал денежки, Дрейк, если не ошибаюсь, и так далее. Поэтому сначала это казалось как очень такой перспективный проект, и первым подписанием были тоже близнецы, но не Томпсона, а братья Бьюли. Вот. И они выходят на следующий драф в 2024 году и котируются не так высоко, потому что братья Томпсоны, вот возвращаемся уже к ним, показали, во-первых, физическое развитие, физический скачок за эти два года в овертайме, и именно применение их на площадке. То, что они собрали все индивидуальные награды, Амен котируется выше, но, допустим, Аусар, там МВП, регулярки, плей-оффы и так далее, и так далее, вот это их овертайм элита. Вот. Что, собственно, на фоне тех же близнецов в Юле говорит о именно скачке в развитии, там, с топ-10, топ-15 школьников до, получается, топ-5 драфта, и о, естественно, их подходе к игре, потому что Марк правильно упомянул, что у Амена были там проблемы с броском, дополнительные тренировки с Олли и так далее, и так далее. Вот. И, как мне кажется, все равно это в глазах скаутов, в том числе, естественно, не исключая физическое развитие, их потенциал, то, как они растут оба, говорит о том, что, ну, нужно брать и нужно растить. Это такое разыгрывающее, которое может прийти не первой звездой в свою команду, но которое может составить замечательную пару для звездного Вингмена, которых как раз в районе этого выбора очень много, вроде там Хьюстона, вот там тех же Пистонс и так далее, и так далее. Вот. Кто там еще? Орландо, да, там есть топ-6. Вот. Поэтому, как мне кажется, это замечательный продукт с точки зрения и коммерческого развития и овертайм элита, и всего вне NCAA, да, что подпитывает NBA, включая Team Ignite, включая там NBA Next Stars, австралийскую программу развития. Вот. Это как бы с точки... Это и имиджевый интересный пик и выбор, и интересный потенциал, который не затеряется среди, собственно, достаточно очень ровного драфта. Этого, если мы, ну, не берем в расчет там Вимбаниаму. Достаточно ровный драфт, и те, кому не достался Скуд Хендерсон, будут рады практически такого же, ну, по какому-то набору качеств, пусть и в менее развитых, взять игрока. Поэтому отличная альтернатива. Он и в МОКах, поэтому высоко. И поэтому большие надежды на него как первого выпускника овертайма элита. Опять же, я, конечно же, овертайм элит не смотрел, потому что у меня есть жизнь, как бы, поэтому мне было не до этого как-то. Но если основывать свое мнение относительно всех репортов, которые я прочитал относительно вот этих братишек, которые там выступали, оба из меня... О втором мы поговорим чуть позже и более подробно. Но вот, на мой вкус, они топ-2, топ-3 вот именно самых сырых продуктов из топ-10. И да, там потенциал очень высок, но очень также высока вероятность того, что потенциал не реализуется. Опять же, у меня мнение сравнительно особенно с вами дилетантское, поэтому, может быть, как-то Андрей опровергнет мои слова. Может быть, попробует тоже найти какие-нибудь оцепки, за счет чего Амин может там стрельнуть, стать прям талантом своего поколения. Или наоборот, можешь указать какие-то недочеты в его игре, о которых Коля промолчал, потому что все-таки ты его ниже поставил, чем тот же самый Коля. Слушай, нет, на самом деле я с тобой соглашусь, и я думаю, Коля даже согласится, прокатав в мешке именно ввиду того, на каком уровне именно соперничества, они выступали. Но нельзя не отмечать их прогресс. И вот в этом самая, короче, такая, знаешь, злая шутка. Потому что один показал прогресс в броске, потому что его больше задействовали как АЗ, да, такого более классического речь про Азара. Потому что он именно показал прогресс в бросковой части, в то время как во всем остальном прогресс показывал Эммон Томпсон. Но есть ощущение, что вот их можно пихать с первой по третью позицию почти куда угодно. Они очень многие вещи могут делать и могут в них прогрессировать. То есть про сырой талант. Да, я скорее соглашусь. И понятно, что есть потенциал развития, но вся штука упирается в то, что мы сейчас делаем вот именно даже по ним и по их различию вывод, только исходя из того, как их определили по задействованию в команде. Ты бросаешь лучше, ты будешь завершать. Ты бросаешь хуже, ты будешь пасовать. И как бы на них эта история именно сказывалась в том аспекте, что они прорабатывали вот этот каждый свою стезю. И про них, вот Коля очень хорошую штуку по поводу атлетизма, да, вот этого роста в атлетизме отметил. Если я ничего не путаю, при описании этих проспектов скауты сказали, что поставьте там 9-10-футовое кольцо, и они в него сверху забьют. То есть это типа какие-то там отбитые парни, которые там, ну типа вы поднимаете кольцо там докуда угодно, и они все равно будут в него забивать. То есть там вертикаль просто сумасшедшая. Это всегда важно. То есть мы всегда уходим от того, что да, парни там должны принимать правильные решения, там правильно думать, но молодняк всегда берут более атлетически готовые. Это вот, кстати, дальше мы будем тоже говорить. И топовые проспекты, они не просто должны каким-то талантом обладать, да, они должны либо фриково как-то отличаться. Тот же Зайан Уильямс, он не просто атлетический был крутой чувак, это был фрик, который заталкивал, ну просто приходит в лигу и отбирает мяч у Яниса, особо не парясь. Вот с Вимбаньямой такая же штука. Либо ты должен быть атлетически готовым человеком. То есть это, ну, такие примеры, как вот я в прошлом году много говорил про Джелина Дюрана, который абсолютно здорово выходил, смотрелся, собирал свои там, ну, практически 10 плюс 10 в первом сезоне. И это в Детройте, который там во многом, ну, не нацелен был именно на его развитие. Но это все равно было прикольно. Поэтому атлетизм здесь будет решать. Надеюсь, что его опять же будут правильно использовать. И честно скажу, вот если мы уйдем от того, что они показали именно в Лиге, да, если мы уйдем от этого, мне кажется, талант их не так сильно отличается. Понятно, что за год они очень сильно изменились в своих направлениях, но в целом это очень во многом друг друга повторяющие люди. Ну, в принципе, да, как будто больше и добавить нечего. Посмотрим, насколько командам, которые получат Эйминес, получится развить этот сырой талант. Но мы перетекаем на пятую строчку, пятый пик у Детройта. Но, опять же, это не имеет значения. Я просто закидываю эту инфу, чтобы вы знали, если вы вдруг не в курсе, у кого какие пики. Но вообще, мы, если говорим про талант, то вот у нас с совокупными усилиями ребят оказалось, что под пятым номером уезжает Джерес Уокер. Это фрешмен из Хьюстона, выступающий на позиции форварда. Будь то это легкий форвард, будь то это мощный форвард. С точки зрения его котировок, которые, честно говоря, очень сильно, насколько я понял, подскочили за последние недели после драфт комбайна. Потому что на данную секунду он пятый на рингере, шестой на NBA драфтнете и на NBA драфтруме, седьмой на танкофоне. Буквально вчера, когда я готовился к этому выпуску, он был десятым на рингере. И вот сегодня они обновили свои списки, и он поднимается на пятую строчку. У наших ребят он оказался на четвертой строчке у Андрея и на пятой у Коли. Если говорить о каких-то физических данных, то парню 19 лет, рост 6-7, Вингспан 7-3, что как бы сразу бросается в глаза при таком, казалось бы, не самом большом росте. С точки зрения статистики, которую он показывал в Юстоне, 11 очков, 47% с игры, 35% из-за дуги почти что на трех попытках, 66% с линии штрафных, 7 подборов, 2 асиста, Больше одного перехвата, больше 1,3 блокшота. С точки зрения именно каких-то сравнений, которые строились, самые классные, которые я нашел, это Пол Милсоп и Лэри Джонсон, атлетичный бист из 90-х, если кто помнит. Более аккуратные сравнения, это опять же, всем привет в нулевые, если помните, это Карл Лендри и Тим Томас. Вот такие нетипичные сравнения для игрока под пятым номером, не только по нашему мнению, но и по мнению того же Рингера, но при этом, насколько я понимаю, мы говорим о самом лучшем защищающемся игроке этого драфта, ну, по крайней мере, в современном баскетболе на позиции форварда. Опять же, Вимбаняму опускаем за скобки, потому что там, как бы, про защиту там вполне... Ну, мы говорим про Габера с атакующим сетом Дюранта, но если же мы говорим про каких-то более таких человекоподобных личностей, то, наверное, все-таки Джерес является одним из таких видных защитников. Андрей, ты выше его поставил, расскажи нам, почему ты прям такого высокого мнения о нем и как ты думаешь, как он сможет проявить себя в ассоциации? Слушай, это вот еще один идеально дополняющий игрок, то есть это не игрок, который заходит в лигу для того, чтобы быть звездой, а заходит для того, чтобы быть фундаментальным человеком, на котором можно очень многие вещи строить и на него возлагать. То есть это такая огромная бомбоподобная херовина, которая может действительно классно защищаться. Ты правильно отметил про Винкспен, и первый раз я его игру видел, я очень люблю университет Эберн. Сам он из университета Хьюстона, но я смотрел их матч с Эберном. В том матче, блин, я вот перепроверил, он 7 очков сделал, 10 подборов, 6 блокшотов, 2 передачи. То есть он невероятный. Ты когда смотришь за его игрой, кажется, что он как будто его, знаешь, из G-лиги выпустили в NCAA просто побегать среди пацанов, потому что вот его атлетизм – это как Скуд Хендерсон, а Джолик Игнаит с молодыми пацанами бегает. Там такие банки, там такие плечи, он такой гигантский. Но при этом вот его минус, который бросается в глаза, например, для меня, я сказал, что он бемоподобный. Я его сразу сравниваю вот с такими чуваками, вот с Дюреном прошлогодним, и он не такой поворотливый. То есть вот у него есть проблема с… То ли это работа ног, то ли он действительно грузноватый уже достаточно для того, чтобы быть латерально мобильным. То есть для того, чтобы он мог правильно перемещаться против менее рослых игроков. И это же в нападении чувствуется. То есть почему, да, вот я не ставлю его там еще выше, потому что он неповоротлив и в нападении. Это игрок, у которого при условном спин-муве, если он его будет делать неправильно, да, опять же, это по поводу работы ног. Если ты что-то будешь делать неправильно, если тебя этому не обучат, ты этим мувом не сможешь воспользоваться. Потому что, а, он не даст тебе преимущества, и, б, у тебя будут внизу, там, при сдваиваниях, при смещениях, будут просто выбивать мяч. Насколько бы ты сильным ни был, ты его просто потеряешь ввиду того, что ты не умеешь правильно перемещаться. Это закон НБА, от этого никуда не уйти. И есть ощущение, что вот это может его погубить. То есть ему прям конкретно нужна правильная школа работы ног. Если я ничего не путаю, под четвертым пиком у нас же выбирает Хьюстон. Да, то есть я не просто так выбираю Хьюстон, потому что, ну, как бы четвертый пик, я вот опять в голове это соотнес именно с точки зрения той, что там прям есть такой тядя свой, лучший по истории, по работе ног, каким его Джуон, он там занимается всеми при клубе, включая очень классно, включая тот факт, что он очень классно повлиял на турецкого большого, когда они летом прям работали, как правильно локоточек ставить, и Шингюн все это повторял. То есть вот эта шингюнская виза теперь в краске для всех игроков Хьюстона, она создана благодаря тому, что Шингюнайзер, он как раз-таки дает этот спейсинг. С Джересом надо работать. Я очень надеюсь, что он это даст. Из сильных моментов он, конечно, очень классный ребаундер. Он очень здорово чувствует тайминг. То есть для молодых игроков тоже. Не просто быть сильным и выпрыгнуть выше, чем остальные парни, которые не такие мощные, не такие высокие. Он чувствует тайминг. Это здорово и для защиты. Это очень здорово для работы на счетах. То есть он такой вспомогательный чувак. При готовом коре, вот для меня почему он в топ-5 идет, потому что он готовый атлетически. При готовом таком коре он с первого матча сможет нормально ставить на уровне база слоны. Он сможет толкаться. Не про всех студентов, не про всех игроков с драфта мы так можем сразу сказать, что он заходит в лигу с первого матча, он будет жестким. Это очень важный момент. И это, опять же, еще один такой сейф-то-пей. То есть ты спокойно можешь его выбрать. Значит, он не будет забирать мяч у основных твоих игроков. Он будет им помогать, наоборот, давать пространство и, более того, где-то помогать, прятать в защите. Коль, как ты думаешь, прав ли Андрей во всех этих таких восторжных отзывах о Уокере? Можешь тоже какие-то приятные вещи о нем сказать? А можешь, с другой стороны, и его какие-то изъяны отметить? Да, абсолютно согласен со всем, что сказал Андрей. Дополню, что он был и год назад, он тоже фрешмен, первокурсник. Он был и год назад в топ-10, топ-8 школьников США. И сейчас вполне заслуженно максимум в топ-8 драфта котируется. Потому что огромное замечательное выражение. Бэма-подобная штука, которая по 3-4 блока в среднем выдавала в мартовское безумие. Там у него, от Андрея сказал про Уберн, 6 блоков в следующем раунде с Вит-16. Он еще 4 отвесил. И там потенциала по физике очень-очень много. Да, он неповоротлив. Он не станет, не сможет, как мне кажется, в первое время догнать того же Бэма, с которым мы сравниваем в плане пасса, чтобы можно, если что, развивать атаку через него. Но зато здесь весь есть потенциал. Я его сравниваю с Робертом Уильямсом. У них и одинаковые примерно габариты, ну кроме огромного Вингспана Уильямсона, у которого руки до ступней достают. Но во всяком случае, это просто замечательная четверка, которая нужна любой команде. И которая, как бы, этот пик именно в Хьюстон был бы интересен тем, что он за университет Хьюстона выступал. То есть так же, как в свое время Лоджион из университета за команду. И почему я про Роберта Уильямс... Такая логика в свое время с Фениксом и аризонской легендой Дан Рейтон в итоге хреново сработала, поэтому не знаю. Но есть еще один момент, который мне только что пришел в голову. Мне в целом-то особо нечего дополнить по нему как баскетболисту. Но было бы интересно, чтобы он попал в Хьюстон. Потому что кто у нас тренирует теперь Хьюстон? Гроза все еще, имя Удока? Да, если я не ошибаюсь, имя Удока. Тут самый человек, при котором упомянуты выше Роберт Уильямс, прогрессировал до All-Defensive Team. И именно при нем в том единственном своем пока сезоне в качестве главного тренера Бостона. Поэтому в этом плане пик в топ-4 в Хьюстон был бы здоровский. Но и в целом по этому драфту, по тому, что у нас, как всегда, в драфте очень многие умеют атаковать, но никто не умеет защищаться. Это прям замечательная защитная опция. Я в топ-10 еще двух игроков добавил, кто умеет в защитку. Или не в топ-10, в топ-12, так скажем. Но во всяком случае, мимо таких пауэр-форвардов нельзя проходить. Ну и что его с выгодной стороны отличает от того же самого Роба Уилла? Это все-таки наличие какого-никакого броска. Конечно, ни в коем случае нельзя назвать его сильной стороной. Но 34%, даже там, учитывая то, что линия трехочков в NCAA ближе, чем в эсситации, говорит о том, что все-таки он не будет стесняться бросать свободно из угла. И в целом, как бы, это то, чем, например, Роба Уилл никогда не отличался. Слушай, я хотел вкинуть про такую же штуку. Вот в прошлом году я видел, как в Мэмфисе Дюрен это делал. Он бросал, он бросал из углов, он бросал среднее. В НБА ему нихрена это делать не дают. Вот есть ощущение, что он в лигу придет, и ему, ну, не будут давать это делать на, знаешь, daily basis. То есть это будет какая-то просто исключающая вещь остальные опции, типа, знаешь, исход владения, ему надо просто мяч в руки скинуть. Особенно в первый год. Есть потенциал броска, безусловно, но это потенциал броска, опять же, имени Бэма Адыбая, у которого есть средний, на тренировках херачит трешки, но в лиге он их не бросает. Ну, Дюрен это все-таки чистый, центровой, мы говорим о Уокере, он форвард, и попадет, если мы говорим про этот диапазон, попади он в Хьюстон, или попади он в Детройт. Там он 100% будет играть четверку, потому что в одной команде есть Шингюн, в другой есть набор из того же самого Дюрена, из того же самого Уайзмана, поэтому я думаю, что Уокер будет играть на четверке в основном, а если он там будет, то это, ну, будет прям мастхэв для того, чтобы он бросал, иначе, как бы, ну, с двумя не бросающими играть 2023 год, мы сами понимаем, что это абсолютный моветон. Ну, да ладно, давайте двигаться к шестой строчке, и тут у нас Энтони Блэк, это очередной фрешмен из университета Арканзас, который является комбо-гардом, но в основном, насколько я понял, выступает на позиции именно поинт-гарда, с точки зрения его котировок. Он пятый на NBA драфтнете, восьмой на NBA драфтруми и на рингере, девятый на танкофоне. Среди наших ребят все его оценивают, на самом деле, выше, чем большинство мог-драфтов, что у Коли его поставил шестым в своем списке, Андрей седьмым. Это 19-летний юноша с ростом 6-6 и Вингспаном 6-8, который показывает следующую статистику. 13 очков при 45% с игры, 30% из-за дуги, при том, что бросает он меньше трех раз из-за дуги, но все равно, как бы, больше двух с половиной раз, 71% с линии штрафных, 5 подборов, 4 асиста, но при этом следует отметить, что там еще и 3 потери присутствуют. При этом больше двух перехватов и больше половины блокшота за игру. С точки зрения каких-то сравнений, много натыкался на игроков одного и того же формата. Это высокие разыгрующие, которые очень хорошо ведут игру в транзишене. Если быть конкретнее, то это Лонзо Болда своей травмы в Чикаго. Это Джош Гиди, который вот в последний год показал свой очень существенный прогресс в Оклахоме. И также, вот если у нас есть любитель среди слушателей олдскула, то Стив Смит, если кто-то такого игрока помнит, то вот такие вот аналогии я находил с этим игроком. Коль, ты его поставил шестым, поэтому давай расскажи, почему ты его котируешь выше большинства мокдрафтов и какие зачатки, какой потенциал ты видишь в нем, что заставляет тебя думать о том, что у него будет успешная карьера на уровне НБА? Если не ошибаюсь, на Атлетике, а может и не на Атлетике, его назвали, наверное, самым лучшим, самым умным игроком на этом драфте. Именно с точки зрения организации игры, баскетбольного IQ и так далее. Это говорит и то, что он про три потери, да, упомянул Марк, но это именно от того, что особо там в Арканзасе он полностью вел игру и был таким флор-генералом. Вот. Замечательно разыгрывающий человек, трипл-дабл, если бы в NCW их было попроще делать. Их у него нет, но именно в рамках НБА это будет... Ну, это просто Джош Гиди. Кому не нужен Джош Гиди? Ну, скажите мне, как бы молодой, развитый в атаку, тот, который может вести игру, и как раз именно в лотерее, да, команды, которым часто не хватает подходящего разыгрывающего, которые берут тех же всяких Гиди, Холибертонов и так далее на драфтах, чтобы, собственно, вокруг них строить свой баскетбол. Ну, Холиберт, ну, ладно, там, Сакраменто взял, но все равно в Индиане мы видим то, о чем я сейчас говорю. Поэтому именно мне нравится этот игрок тем, что он подготовленный поинт-гард под НБА, так скажем, по теоретической части, естественно. Вот. И он ниже все того же Амина Томпсона у меня, да, которого я потом упомянул ранее, как, получается, лучшего разыгрывающего, чистого, да, если мы Скута Хендерсона рассматриваем как такого комбо-гарда. Вот. Именно потому, что в этом сезоне NCAA было замечательно смотреть на... Он еще, у него такая прическа, пышная очень, и как будто бы Джош Гиди все-таки приехал в NCAA играть, а не в Австралии играл до самого драфта. Это очень интересно смотрится. И вот буквально перед нашим эфиром, у меня стоит уведомление, естественно, на все посты Шэмс Чарани, вот. И он выпустил пост, интервью для своего проекта, там, за стадиум или для кого еще, именно с Энтони Блэком, буквально полчаса назад они разговаривали. И он рассказывал, что ему нравится в баскетболе именно строить игру и быть таким эдаким квотербэком, как в футболе. Он даже когда-то делился историей, что он был достаточно талантливым, рассматривался именно квотербэком, будучи школьником, и его приглашали в, ну, там, уже коммители в университеты в качестве квотербэка. И по этим коммитам, по этим условиям было, что ему нельзя заниматься другими видами спорта уже в школе, чтобы, ну, не подсломаться до университета и так далее. Вот. И он рассказал, что для себя решил, что очень любит позицию квотербэка, определяющую игру, но делать это больше всего любит в баскетболе. Вот. И тем же самым он занимался в этой команде, и множество его потерь, в том числе в их арканзасовских плей-офф-конференции и мартовском безумии, было от того, что он пытался развить игру вширь, отдать передачу более рискованную, и именно сделать все, чтобы, как бы, мяч двигался, и команда могла продолжать атаку. Поэтому замечательный атакующий, разыгрывающий защитник, который мне местами напомнил Криса Пола в его Wake Forest когда-то там тысячу лет назад. Вот. Поэтому кому не нужен такой игрок в топ-5 или топ-6, как я его поставил, драфта? Мне кажется, всем. Но это мне так кажется. Ну, учитывая разницу в габаритах между Крисом Полом и Энтони Блэком, то это Крис Пол на прокрустово ложе, наверное, кладет перед... И вот так вот и получился Энтони Блэк. Окей. Нет, допустим, допустим. Андрей, ты что скажешь по поводу Энтони Блэка? Ну и для того, чтобы как-то вот разбавить такие восхваляющие отзывы Коли, можешь попробовать найти какой-нибудь изъян в игре Блэка, который вот заставляет ее котировать ниже, чем каких-то с этого драфта? На самом деле, Коля начал, как будто сделал заход и оставил мне пространство здесь по поводу ширины игры. Потому что вот эта штука, которую отметил каждый скаут, это не то, что, например, отмечал бы себе и я, потому что у нас просто этих инсайдов нет. Все говорят про его toughness and leadership в минусах. То есть это на самом деле большая проблема, потому что чувак реально, мало того, что предпочтет броску пас, да, ввиду там типа хорошего движения мяча, есть ощущение, что это игрок, который вроде, ну, действительно гидерских размеров, но при этом боится брать ответственность на себя. Про Джоша мы такое в Оклахоме сказать не можем. Чувак достаточно жесткий, который заходом там и на трипл-дабл, очень жестко вырос ко второму году, я думаю, все знают с точки зрения эффективности в Оклахоме. Я не уверен, что то же самое мы увидим здесь. То есть, честно скажу, у меня Блэк был бы ниже, если бы Ник Смит был полностью здоровый. Чтобы, ну, типа целый год мы бы видели его здоровым, я бы Ника Смита вставил бы вообще выше. Причем, возможно, выше бы, чем Томпсона, например. И вот здесь вот этот Блэк Томпсон, вот прям сравнение, оно здесь просится, потому что чувак вроде как по уровню таланта действительно хорош, но есть ощущение, что вот он предпочтет там типа перестучать мячом или выдать передачу, чем пойти самому в первый шаг. То есть у него нет возможности броска, но он в первый шаг идет там в одном из десяти случаев. То есть вот этот тафтность, да, отсутствие вот этой его напористости, это, мне кажется, такой для молодого игрока, который вроде как должен быть такой горячей головой. У него этого нет, и мне кажется, что вот здесь, это причем отметил почти каждый скаут, который по нему писал отчет, то есть Иван Томас, да, который писал по нему прям целый такой разбор, он прямо отметил, что, блин, непонятно, что с кем делать, нужно добавлять вроде как силы, вроде нужно как быть агрессивнее, но он предпочет этому болл-хендлинг и передачи. Поэтому посмотрим, что из него вырасти. Это действительно очень умный парень, я вот не готов, да, это хороший заход по поводу самого умного проспекта, да, среди плеймейкеров, да, там, типа, самый умный организатор игры. Я не готов пока вот в это вписаться, но очень хороший тейк, но вот именно организатор, да, а что дальше, вот какая он опция, это хороший вопрос. Я вот дополню, да, что он и не рассматривался как лидер перед началом сезона, и вот это бремя лидерства, из-за чего он старался там все дальше отдать пас, дальше отдать пас, побольше, побольше. Из-за того, что вот Ник Смит, мы, по-моему, про него еще будем, да, сегодня говорить, Андрея его, по-моему, включал. Вот, вылетел на два месяца, лучший школьник 2022 года по итогам, ну, этого класса фрешменов, лучший школьник, номер один, вылетел на два месяца, если не ошибаюсь, с коленом, поэтому, как бы, пропустил большую часть, и был, Блэк вынужден взять на себя эту роль, и, насколько смог, в этом развился. Поэтому, мне кажется, будучи первой звездой розыгрыша в какой-нибудь из команд, которую выберет в лотерее, если так вообще произойдет, он, я думаю, уже будет знать, чем работать, и будет развиваться как лидершип. Ну, знаешь, просто это вот, типа, заход про игрок NBA, типа, который готов разыгрывать, но не готов представлять угрозу, да, с точки зрения набора очков. И этот премейкер... Ну, слушай, вот он как раз очень вырос, вот я ровно с этого же и зашел, что он ко второму году сделал огромный скачок, и вот я не уверен, что у Энтони Блэка мы тоже самое увидим, но вот, опять же, про Ника Смита, вот мы, я думаю, поговорим даже чуть больше. Ну, вот вы так говорите, просто то, что у него не хватает, там, может быть, агрессии набирать самому, он больше играет на партнер, вы отмечаете высокий IQ его баскетбольный, все, вы что говорите, это Николай Йокич, я ни в коем случае не сравниваю, как бы, Йокича с Блэком, но, как бы, по описанию, как бы, с каких пор это плохо. По-моему, мы сейчас являемся свидетелем человека, который, ну, является максимальным адептом того, о чем говорим, и если этим просто правильно пользоваться, то почему бы и нет? Поэтому... Просто у Йокича есть скилл и талант, чтобы включиться и набрать очки, а у Энтони Блэка как будто его нет, вот в этом вот, типа, разница захода. Ну и бросок, конечно, что свойственно людям таких, как бы, габаритов и такой формации у Гиди было тоже самое, скепсис, и, в принципе, он до сих пор даже не оправдался, несмотря на его прогресс во втором сезоне. Ну и, как бы, у Блэка, да, 30%, при том, что Дуга ближе, чем в НБА, посмотрим, сможет ли он вот эти вот свои какие-то изъяны немножко подрихтовать и стать лучше. Переходим к седьмому пику, и тут я не побоюсь, на самом деле, самый главный апсет нашего с вами Могдрафта, потому что и Андрей, и Коля этого человека поставили ниже, чем все Могдрафты ставят форварда. Вилановы, фрешмен, по имени Кем Уитмар, человек, который идет четвертым на НБА Драфт, найти на рингере среди всех Могдрафтов, пятый на НБА Драфт Руме, и также на танкофоне. Андрей его поставил шестым, в свою очередь, Коля его поставил восьмым. Если смотреть по именно его габаритам, то человеку, во-первых, 18 лет, и ему то 8 июля будет 19, то есть, ну, почти 19, короче говоря. 6,6 рост, 6,8 вингспан, статистика у него следующая, 12 поина очков, 48% с игры, 34% из-за дуги на 4 попытках, 70% с линией штрафных, 5 подборов, 7 десятых передачи за игру, почти полтора перехвата и 3 десятых блокшота за игру среди. Ребят, чью игру он имитирует, или кого он напоминает, отмечают, если мы говорим про какие-то нулевые, то это Кэрон Баттлер, Джерри Стекхаус, Кори Магетти, если кому-то нужны более современные примеры, то это Майлз Бриджес и Джастис Уинслоу. То есть, по большому счету, это такой крепкий форвард, не самый, может быть, высокий, но который играет за счет физики, который умеет набирать очки, и который в потенциале может стать очень таким прикольным атлетичным сколорером для своей команды. Андрей, ты котируешь его выше, чем Коля, но все еще ниже, чем все остальные. По поводу скепсиса, давай тогда, может быть, отдастаем Коля. Я думаю, он найдет причину, потому что он его даже ниже поставил. Ты тогда, наверное, сконцентрируйся на каких-то его положительных чертах, и почему он тебе нравится. А тут такой прикол, что он, короче, вот его плюс, это одновременно его минус, короче, вот как для меня, не знаю, Коля как бы согласится со мной, нет, но чувак реально нацелен набирать очки. То есть, это вот противоположность того, что мы сейчас обсуждали, и он прям с головой летит вперед, вообще не замечая никого вокруг. И вот с Джастисом Уинслоу я прям не согласен, потому что Уинслоу уже заходил, как чувак без умения бросать прям, но при этом у него был вот этот пассинг-скилл, за счет чего его с ПО в один сезон по ингардам сделал в Майами. Новичок года в конференции Big East. Это солидно звучит. Это хорошая программа Виланова. Но я удивлен, что в Виланове, может быть, настолько, знаешь, чувак зашоренный, вот он просто вот закрытый, он максимально нацелен на набор очков. Если мы говорим про его плюсы какие-то, это такое, я бы расценивал его при тех же габаритах практически, что там у Томпсонов, я бы все-таки расценивал бы его как форварда, и то есть он вот получается на этом драфте скорее второй, там третий, ну вот Брэндон Миллер, очевидно, первый, как такой вот чистый форвард, вот этот второй. И он очень креативен с точки зрения набора очков в проходах с резкими остановками. То есть у него богатый вот этот пэкэдж, скиллсет у него прям большой, он может очень многими разными способами вводить защитника в некий деструктив, знаешь, постоянно отправлять его в сторону, постоянно делать, совершать ошибки. То есть он в этом реально хорош. Он достаточно жестко спрогрессировал не просто на трешке, на средней линии. То есть понятно, что это никому в современной лиге нахрен не упало, но вот там адепты Демара Дрозана могут порадоваться, например, потому что, ну, вот этот чувак, который прям может выбирать большое количество таких бросков. И его вот эта игра, если его в систему НБА правильно встроить, если вот мы положительно займем, да, вот зайдем как-то и попробуем это выделить, он, это Space Creator, по идее, за счет того, как он играет в нападении индивидуально, по сути, это Space Creator именно с точки зрения того, что на него ты не сможешь бросить одного защитника персонально, потому что там вот прям скиллсет очень дикий с точки зрения обыгрыша, с точки зрения резкого пуллап броска. И, в принципе, на кэтч-н-шут у него должно быть все в порядке. Я вот не смотрел вот эти статистики, да, по кэтч-н-шут броскам в NCAA, но визуально есть это ощущение. Под шестым пиком выбирает Орландо, наверное, здесь он будет лишний, потому что у Орландо и так есть банкера. Согласен, да. Наверное, нет. А вот с Индианой, которая выбирает седьмым, и как бы у нас Кэм Уитмер как раз-таки седьмой, уже поинтереснее. Как будто бы неплохой такой симбиот может у них получить с Мазом Тернером, хотя, с другой стороны, Уитмер мелковат, наверное, для четверки. Ему бы на тройку, а на тройке у Индианы есть там те же самые Ней Смит и другие ребята, которые они драфтовали. Поэтому, не знаю по сочетаемости, но по скиллсету, что ты сейчас только что описал, действительно звучит довольно вкусно и любопытно. Коль, что ты скажешь по поводу Кэма? И, опять же, может быть, добавишь немножечко ложечку дегтя в эту бочку меда, который вот Андрей навалил про Уитмера. Да, супернацельный Уитмер на атаку баскетболист, который, когда у него не получается, превращается в черную дыру для мяча. Потому что это и плохая реализация, и отсутствие умения вообще пасовать, если не ошибаюсь. Маркова родит статистика перед глазами. У него там даже одного или двух пасов в среднем за год нет. У форварда, который не умеет пасовать, к сожалению, еще более уменьшается роль при приходе в NBA, где ты точно не будешь получать мяч. Особенно в командах. Мы только что перечислили, кто будет выбирать. Там у всех есть, кому возиться с мячом. Поэтому я был бы рад, если бы он развивал свою защиту. У него неплохо было с перехватами. Пусть они играли там с Big East, с Джордж Таунами и прочими командами, переживающими не лучший год. Хотя Уитмер, кстати, тоже. Виланова переживает не лучший год. Мистер Райт ушел. Они впервые там за 10 лет, или второй раз за 10 лет не вышли в безумие. Единственный положительный момент, единственная звездочка во всей Виланове – это как раз-таки Уитмер. Но, к сожалению, один из худших пасующих порвардов этого драфта, ну или нашего списка, который в командах лотереи может кому-то с трудом пригодиться, который я сейчас сравниваю, простят меня болельщики Кливленда, или похвалят это Айзе Коккера, у которого очень много таланта, очень хорошие атакующие способности, особенно в колледже были, но в команде не пришли к пятерке форварда, так назовем помягче. Поэтому я боюсь, что у Уитмера может такое случиться, и поэтому я его и сам за счет таланта все равно ставлю в топ-10, потому что даже в худшей команде он обходит форвардов, которые лучше провели себя в сезоне, ну командно достигли большего. Но все равно, как мне кажется, я бы не стал его драфтовать, будучи той же Индианой, потому что Нейсмитом и прочим, и же с ними Дюарте, он точно проигрывает и в 3, и в 2. Ну в 3 может нет, но в 2 точно, поэтому 3-1-2 форвардам будет ему нужно становиться учиться. Ну в общем, не хотите драфтовать Окора или Рэдиша, лучше не берите себе Уитмера, но как бы все равно талант не пропьешь за межсезонье перед драфтом. Посмотрим, что выйдет. Не пришей к пятерке форварда, это мне кажется фон золотых цитат Баскеток можно открывать, мне очень понравилось. Я выиграю конкурс коммента. Да, 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 это просто сразу можно, можете комменты не оставлять. Не, ладно, шучу, оставляйте наоборот, восхваляйте эту фразочку, Коля. А если по делу, то я так задумался, на самом деле, вот если оценить вот эти могдрафты, вообще логично, что его много где суют на пятую строчку, потому что как будто бы по тому описанию, что мы сейчас проговорили с вами, под Детройт он подходит чуть ли не оптимально, потому что в Детройте есть бэккорд, уже сформированный в лице Айви и Каннингем. Каннингем нацелен на передачу, у них нету какого-то вот такого молодого человека, который зашел к ним на тройку. Они бы садик бэ обменяли в Атланту, и как раз его вот место можно занять Уитнером, вот продолжаю твои мысли, Марк. Да, поэтому вот в принципе как будто бы с точки зрения скиллсета и нужд команд, неплохой такой тандем может получиться. Посмотрим, как оно в итоге будет, ну а мы переходим к восьмой строчке нашего импровизационного мокдрафта, и тут у нас второй братик Томпсон, Аусар, Озар, Азар. Опять же, родителям Томпсонов, конечно, респект за такие классные имена, которые хрен пойми, как вы говоришь. Ну допустим, опять же, Овертайм Элит, опять же, Сити Риперс, все то же самое, только как вот Андрей говорил в блоке про Эймена, на позицию выше. То есть большую часть времени по сезону он проводил на позиции либо атакующего защитника, либо легкого форварда. С точки зрения мокдрафтов, восьмой на рингере, седьмой на NBA драфтнете, шестой на танкофоне, девятый на NBA драфтруме. У Коли он оказался седьмым, у Андрея аж одиннадцатым. То есть настолько жестко он свалился, его личном предпочтении. Девятнадцать лет, как и его брату, их габариты почти что соотносимы, но если верить разным источнику, там может быть разница в один дюйм. То есть конкретно, если мы говорим про Азара, то у него 6,6 рост и 7 бингспан. Статистика плюс-минус тоже, по-моему, идентичная, чем у его брата. То есть 16 очков, 48% с игры, 30% из-за дуги на четырех попытках. То есть тут вот бросочек заметно лучше. Конечно, до каких-то там хороших уровней тут не поговоришь, но в целом как бы лучше, чем 23 у Эймена. 67% с линии штрафных, 7 подборов, 6 ассистов на 3 сплейной потери, почти что 3 перехвата, почти что полтора блокшота. Но, опять же, делаем поправочку на то, в какой лиге они играли. С точки зрения сравнений, тут проводят аналогии с Шоном Ливингстом, тем же самым. Ну и так как он меньше играл на мяче, а больше... Я думал, ты скажешь с Эмманом Томпсоном. Не-не-не-не-не, не то, нет-нет, не то. С другими людьми, которые вот именно больше как бы базировались на том, чтобы меньше возиться с мячом и больше там исполнять роль защищающегося или там 3НД, условно, то вот натыкался я на Джейсона Ричарсона, Терренса, Роса, Тревора, Риза. Как Андрей правильно отмечал ранее, он MVP был сезона и конкретно финальной серии, в которой City Rippers выиграли. Коля, более высокое мнение о нем. Коль, расскажи почему. В принципе, давайте, наверное, по Азару чуть-чуть поменьше пройдем, потому что большую часть того, что мы говорили про его брата, можно и к нему соотнести. То есть главная разница, давайте вот в этом блоке, буквально за 5 минут, попробуем вот главную разницу между ними. Построить в чем такое сильное отличие? То, что и в большинстве мог драфтах, и в вашем видении, Амин настолько выше, чем Азар. Почему? Коль, объясни. Ну, как мы говорили в блоке про Амин, он, все-таки они приходили абсолютно одинаковыми, извините за каламбур, в овертайм элит, но именно Амин стал разыгрывающим, но в основном был основным боллхендлером в City Rippers и в целом тренировочном процессе, потому что у него к этому лежит. Но при этом все те же плюсы, которые есть у Амина, естественно, повторяет Асар, и, естественно, у него тоже есть, как у комбо-гарда, какими они изначально были, способности к пассу и так далее. Поэтому, будучи второй звездой своей команды, он отлично проводил эти плей-оффы и прочие все индивидуальные награды, и, как мы говорили, забрал Аусар в этой овертайм элит. Поэтому он очень готов, как мне кажется, быть вторым боллхендлером в команде, ну, на площадке, в смысле, и быть второй звездой, и как раз-таки без претензий на место разыгрывающего, которое почти везде там занято в лотерее. Вот. Что еще, какой момент хотелось еще на Амине сказать. Коммерческая лига, конечно, и суперсырые продукты, да они... Но, как бы, каждый год лига тратит как раз-таки седьмые-восьмые пики на таких ребят. Это Куминга два года назад, Дайсон Дэниелс год назад. И, как мне кажется, это не сильно отпугивает лигу с точки зрения, что можно пробовать. Ну, и, опять-таки, почему никого, как мне кажется, не отпугивает, почему они так близко с Аменом находятся в рейтинге, потому что, ну, это как со многими близнецами бывает, как с Моррисами было, да, забрали Маркифа тринадцатым, мы тут же возьмем четырнадцатым Маркуса, да, и так далее. Вот. И, как мне кажется, тут, если, как я говорил, вам не достался Скуд Хендерсон, берите Амена Томпсона, ну, не достался Амин Томпсон, берите Аусара. Вот. Как мне кажется, вот эта пара близнецов достаточно высоко зайдет и будет таким прорывным пиком для овертайм элиты в целом чего-то вне NCAA. Вот. Это, пожалуй, все, что я про Сара хотел сказать, и то, что сегодня закину удочку в этом выпуске, если я не ошибаюсь, это, ну, они будут девятой парой братьев-близнецов, которая сыграет в NBA, если не ошибаюсь, как раз после Маркинов они следующие девятые, но мы сегодня поговорим еще и про десятую пару близнецов, но об этом кратко ближе к концу я упомяну. Вот. Это все про Усара. Я только что задумался, а вдруг, опять же, мы же знаем, что в ассоциации очень много некомпетентных менеджментов. Менеджмент придет к выводу того, что давайте брать Томпсона и по ошибке возьмут Азара раньше Эймена. Это было бы, конечно, забавно. Ну и не такой лига, мне кажется, видала истории с факсами и прочими историями. Короче, ладно. С Бруксами. Да, с Бруксами, да, Маршон и так. Короче, да, разные ситуации были в НБА и сильно я этому сейчас не удивлюсь. Но жестко кекну, так скажу. Андрей, что ты про Азара добавишь и, в принципе, после этого будем переходить уже к последним игрокам нашей десятки сегодня. Я повторю, наверное, просто тот заход про то, что если один старался без броска прогрессировать в остальном, этому отдали бросок. И знаешь, это ведь как раз таки объяснимая штука, что когда ты смотришь на человека завершающего, ты хочешь ему отдать награду. Да, если ты смотришь баскетбол, и то есть вот мы смотрим, как они там в овертайм элиты бегают, кто из них больше там набирал, кто из них реально больше вкладывался именно в скоринг, то ты получаешь награду. Но скаут, когда приезжает, он старается отметить все возможные навыки. По всем возможным навыкам, да, вот отвечая на твой первый вопрос, почему мы Эмена ставим выше, чем Азара, хотя Азар МВП. Азар МВП за то, что он сделал в игре, а Эмена за то, что он показал в универсализме по скиллам, по всем своим направлениям. И то есть скаут поэтому ставит Эмена выше. Реальной большой разницы на там низком старте еще вот год назад там вообще не было. То есть вопрос индивидуально исключительно в их использовании и задействовании в их ролях в этой команде. Поехали тогда дальше не терять времени переходим к человеку, который занял в нашем мокдрафте девятую строчку с самым, конечно, легендарным именем и фамилией среди всех людей, которые мы с вами будем обсуждать. Это Грейди Дик, это фрешмен из Канзаса, который выступает на позиции легкого форварда, ну или атакующего защитника. Он, в принципе, и там, и там, гораздо. Десятый на танкофоне, одиннадцатый на NBA драфтнете, одиннадцатый на рингере, тринадцатый на NBA драфтруме. Аж девятый и у Андрея, и у Коли. Это тот самый редкий раз, когда у них мнения сошлись относительно котировок юных талантов. Девятнадцать лет, шесть и шесть рост, шесть и девять вингспан. С точки зрения статистики четырнадцати очков, сорок четыре процента с игры, сорок процентов из дуги почти что на шести попытках. Восемьдесят пять процентов с линии штрафных, пять подборов, чуть менее двух ассистов за игру, почти полтора перехвата и три десятых блокшота за игру. С точки зрения аналогии, самое яркое, это Раджи Миллер, но вот, честно говоря, как-то слабо верится после всего отсмотренного материала. Вот более реалистичный вариант, который мне нравится, это Гордон Хейвард или Боин Богданович. Ну и к тому же стоит отметить, что самое такое пессимистичное сравнение, которое я видел, это Брэндон Раш. Ну, в принципе, мы говорим о таком стереотипичном, наверное, белом шутере, который при этом могет на очень больших объемах и к тому же, который очень хорошую показывает именно отдачу в защите. Есть вопросы, конечно, к его именно физиологии и этим игроки НБА будут пользоваться и бить в него в обороне с 100%. Но в целом, именно за старание и за атаку, и за эффективность с любых дистанций его так прям хорошо котируют. Даже не знаю, с кого из вас в этот раз начать, потому что обычно я начинал с тех, кто выбирает выше, но пусть это будет Андрей. Мне кажется, мы с Андреем давненько не начинали. Расскажи, что ты думаешь об этом товарище и почему ты считаешь, что он должен уходить в десятки этого драфта. Знаешь, я вот посмотрел на прошлогодний драфт. Я вспомнил, какой был у меня такой, знаешь, какая была недооценка жесткая Кристиана Брауна, и я понял, что не надо к худощавым, беленьким парням из Канзаса относиться неуважительно. Я, это мой главный урок, это моя, я считаю, самая большая ошибка по прошлому драфту, да, вот перед тем, что мы тогда обсуждали, говорили. Я тогда вообще не понял, зачем Денверу Кристин Браун. Сейчас я как понял, вот по этому плей-офф, по этой регулярке, это еще увеличенная его версия. То есть это чувак 6-8, который до хрена бросает, у которого прям, если не прав, поправьте меня, он больше пяти раз за игру, по-моему, бросал. Это один из немногих случаев, в который именно издали. То есть у него больше пяти бросков издали, и офигенный процент, и поэтому он в этом плане выглядит как добавление вот в любую команду, и это не сравнение с каким-нибудь Кори Киспертом, который был заточен на такой более студенческий вот этот вот переход в нападение. Этот чувак гораздо мобильнее, гораздо системнее, и Канзас уже который год показывает, что они могут выпускать людей, которые будут полезны именно в системном баскетболе. То есть это не игрок там на первую роль, но это вот тот самый недостающий там пазл на шестую, седьмую, не знаю, восьмую, ну шестую это громко сказано, окей, на седьмую, восьмую роль ты его сразу в команду закинешь, хоть в команду, блин, контендер. То есть у тебя Кристиан Браун сейчас буквально в Денвере восьмой игрок. И я думаю, что вот здесь это очень похожая история, поэтому если бы мы заходили с того, что есть, из того, что готово, если бы вот я пропустил всех, всех восемь, все восемь людей, все восемь имен, о которых мы говорили выше, у меня нет там, допустим, Ника Смита, я буду брать Грейди Дика. То есть это вот для меня именно вот та самая логика. Точнее недооценки белых талантов еще вспоминаем как бы с 21-го года Франц Вагнер, который тоже на момент выбора его у многих были вопросики, а почему так высоко, а потом все как поняли. Я просто про Канзас именно, то есть у меня Канзас я понял, вот этот вот, я все, я вижу белого парня из Канзаса, я затыкаюсь такой, блин, он наверное охрененный, я посмотрел, он охрененный, мне он прям понравился. Коль, ты что скажешь про Грейди Дика и в целом, как мне нравится произносить это имя-фамилию, ладно, надо прекращать, и в целом это, какие может быть изъяны ты можешь у него найти, кроме каких-нибудь, знаешь, банальных изъянов белых парней, то что, мол, не самый атлетичный, это может эксплуатироваться на уровне НБА, то есть может быть есть какие-то еще проблемки или в целом, как бы, кроме этого. я как раз, да, очевидные минусы, да, у его позиции, у суперснайпера, да, я восхищаюсь этим игроком и Билл Селф, тренер Канзаса им восхищается и назвал его лучшим снайпером, студентом, которого он когда-либо тренировал, а он только в Канзасе лет 20, если не ошибаюсь, вот, а почему упомянули Брэндона Раша, почему с ним сравнивают, потому что это один из величайших снайперов в истории Канзаса, он тоже там по 45% клал, будучи студентом, да, у него не получилось в НБА, но поэтому, наверное, его с ним сравнивают, что считалось, будто бы, Раш лучший снайпер в истории Билла Селфа, а тут оказывается и Грейди Дик. Да, отличные 40%, Андрей был прав про то, что больше пяти трешек в дебютном сезоне в НЦАА с таким процентом и с таким количеством трешек максимум бросали там Гарри Трентке, и ОДЖМЕЙЛ там условно и так далее. Вот, поэтому лучший снайпер первого раунда из очевидных кандидатур, ну или лучший снайпер драфта из очевидных кандидатур, которые уже раскрыты в этом инструментарии, как раз это тот игрок, опять-таки про Ника Смита был за ход, что не попался он, давайте возьмем Дика. Действительно так, всем нужен такой игрок, всем пригодится замечательный снайпер, а уж тем более командам в районе как раз мы сейчас говорим про девятый, десятые строчки там Дала, Союд и так далее, такое нужно, поэтому готовая пушка, забирайте. Ну и я буду лично держать пальчики с крещенами ради того, чтобы рано или поздно в карьерах Энтони Блэк и Грейди Дик объединились в один бокор, чтобы можно было говорить связка Блэк Дик, а еще может быть там еще и появится какой-нибудь новый драфт проспект по фамилии Биг, и тогда это вообще такая пушка страшная. Возьмут ветеранам Кевина Лава и будет вообще просто отлично. Да, и Грэг Оден после этого просто возобновит карьеру, вернется в качестве ментора, вообще будет так классно, ну да ладно. Нашутились, в принципе, ради этого, мы, наверное, только про Грейди Дик и говорили, хотя нет, конечно же, я шучу, на самом деле очень талантливый парень, посмотрим, действительно, тут в этих пиках выбирают команды, которым, в принципе, снайпер не помешает, может быть, даже если до 11-го он опустится пика, у Орландо в прошлом году они были одной из худших бросающих команд, им тоже, в принципе, Дик очень неплохо зайдет. Господи, я могу шутить с этой фамилией вообще просто день и ночь, ну да ладно. Продолжаем дальше нашу десятку, ее будет замыкать центровой из Дюка Дерек Лайвли. Тоже фрешмен, 12-й в МОК-драфте Рингера, 14-й на NBA Драфт Рум, 19-й на NBA Драфт Нет и Танкофон. Честно говоря, это, наверное, вот если мы говорили про Кэма Уитмера как самый главный, типа, проседающий в наших МОК-ов импровизационных, то Лайвли наоборот, как будто бы самый поднявший свои котировки. Он 10-й у Коли, 12-й у Андрея, 19 лет, рост 7.1, Вингспан 7.7, то есть как бы по габаритам, сами понимаете, тут очень такой фактурный молодой человек. Конечно, с Фимбаньямой не сравнится, но на фоне других ребят вполне себе классный центровой. Статистика его не самая классная, 5 плюс 5, по большому счету 2 из 13,3, то есть даже он не особо может котироваться растягивающий большой, чуть больше одного асиста, больше двух блокшотов за игру, с точки зрения аналогии как бы Тайсон Чендлер, Джексон Хейс, Уилли Коллистайн. Вот такой вот набор, выбирайте, кто вам больше нравится. Коль, ты Лайвли как раз за счет, наверное, твоего выбора Лайвли вот у нас вот на, так сказать, в концовочке обогнал другого кандидата, о котором мы поговорим в следующем блоке, именно за счет твоего выбора объясни, почему ты так высоко котируешь Лайвли и в целом как ты думаешь, насколько он сможет войти в ассоциацию, при том, что он даже на уровне студентов многими считался сравнительно неготовым товарищем, а что же тогда будет на уровне профессионального баскетбола? Ну, он обладает физическими навыками, которые, ну, такой рим-протектор нужен всем, он там не набирал пять очков, условно говоря, но зато набирал пять блоков порой там целыми сериями, поэтому и с оговоритами он огромный, реально огромный, 7,7 винг-спан человек, он на этом драфте меньше только вимбанье, вот, но в целом такой защитник, как он или как Джиллен Дюрен год назад был нужен очень многим командам, поэтому почему бы не брать одного из лучших школьников или, по-моему, даже он был там лучшим среди центровых, точно был лучшим центровым там школьником и он там в общем рейтинге разве что Нику Смиту уступал, вот, и такой подготовленный материал нужен всем, мы знаем, как его развивать и свой Ник Лэкстон всем пригодится и ради таких, как Ник Лэкстон, команды будут готовы раздавать там свой 10-й, 12-й пик тратить, поэтому, как мне кажется, я его с этим расчетом и ставил, что ну, максимально нужен такой свежий рим-протектор очень многим командам на перспективу, это далее будет недорогим рим-протектором в перспективе и поэтому, как бы, закладываться как раз в конце лутерея под это можно. Лучший рим-протектор, ну, он, как бы, лидер по блокам всей NCAA, по продвинутым статистикам блоков и обороны и так далее, вот, и поэтому, как мне кажется, он заслуживает звания лучшего защитника этого драфта. На одного Николса Клэксона приходится по два, то даже и по три Уилли Кольстайна, которые остаются в лиге, по большому счету, до конца своего контракта новичка. Меня пугает его сырость, честно говоря, вот, если мы говорили про братьев Томпсон в сырость, то, я думаю, здесь тоже этот аспект нужно отметить. Ну, и, насколько я почитал из репортов скаутских, то, что у него почти что абсолютно нет такого скилла, или даже характеристики как агрессия. То есть, да, он берет там подборы на чужом щече, но он никогда не смотрит в сторону кольца. Он всегда выкидывает там на снайперов своих или там на гардов, чтобы они дальше продолжали атаку. Вероятно, это такое указание тренера в дюке. И поэтому сложно про это говорить, но это вот многие скауты отметили. Я, по крайней мере, в трех из четырех скаутских репортах это отмечал для себя. И тоже как будто бы небольшой такой красный флажочек. Согласен ли ты, Андрей? И, опять же, чего ты можешь добавить про этого юного человека? Ну, слушай, это где-то посередине на самом деле я буду. То есть, я согласен про сырость, но я согласен про лучшего защитника. Вот Коля говорил про Джереса Уокера, по-моему, тоже, что вот это типа там, да, вот как топ-защитник. Вот как раз Лайвли я поставлю выше как защитника именно с точки зрения надобности команд. То есть, Джерес Уокер где-то в системе не с точки зрения плавающей позиции, например, потому что в одной команде, не дай бог, он окажется на тройке, при смолбольной пятерке Джереса Уокера вообще будут как пятерку гонять. А это точно центровой. Если мы считаем как бы Виманьяма инопланетянин, то Лайвли это лучший центровой драфта. Потому что Виманьяма понятно, что это центр, но Виманьяма у меня, например, в моих маньячных заходах в Туке бегает на шутинг-форварде вообще. То есть, я вот эту палку 7-5 гоняю на тройке и все с ума сходят. Вот. А Лайвли это пьюр центровой, который я не... Вот и в этом году я смотрел гораздо меньше матчей NCAA, но я смотрел еще один матч с бешеным количеством блокшотов. Естественно, я смотрел матч против Северной Каролины. То есть, это вот против Тархилл. Сказал, сколько там, 9 блокшотов, 10 выставил. Я не помню. У него типа почти... У него получилось, короче, заход сделать на дабл-дабл подборы плюс блокшоты тогда. То есть, он собрал порядка 15 блокшотов подборов и порядка 10 блокшотов сделал. Вот. И поэтому здесь, когда мы говорим про такого чувака, он реально может влиять на защиту команды вот сейчас. И это не Уэли Колистайн. Знаешь почему? Потому что он как раз ограничен в нападении. То есть, его никто не будет использовать как Уэли Колистайна, который пытался там и бросать, и что-то делать, и в пост-апы играть. Я не против, чтобы в команде был центровой, который куда-то скинет. Если команда получит с точки зрения подбор плюс пас своего кивона Луни, окей. Это будет круто. Потому что, когда мы говорим о современной лиге, о том, ну, через что набираются очки, таких людей, как Эмбит Йокич, да, Холмгрен, универсальных больших, атакующих отовсюду и умеющих скинуть и что-то сделать, таких больших, в принципе, мало. До сих пор. То есть, их пока что вселенная не научилась клепать. Поэтому Лайвли, это реально лотерея. У меня он на 12 месте. Я считаю, что это реально лотерея. Если он поднимется до 10, вот как Коля прогнозирует, ничего удивительного. Ну и, кстати, стоит отметить, да, что из Дюка в этом году вообще, это единственный человек, про которого мы будем говорить. Обычно, как бы, из этой системы выходит, ну, как минимум, 2-3 человека в лотерею. Ну вот, в этом году вот такая ситуация сложилась. Все не верят в Дюк, знаешь, все не верят в Дюк без Кшушевски, короче. Все такие посмотрели, не, ну и черт с ним, что-то как-то уже неубедительно. Посмотрим продолжительная тенденция, переходим к новому блоку, где мы поговорим о нескольких игроках, которые почти попали в наш ТОП-10. То есть, ребята там, у некоторых он даже попал, попали некоторые игроки. И на одном игроке мы подробнее, чуть-чуть остановимся, остальных буквально пару слов, да, но человек, Хендрикс из Центральной Флориды, человек, который во всех абсолютно мок-драфтах идет, ну довольно высоко. Седьмой на Рингере, на NBA Драфтруме, восьмой на Танкофоне, десятый на NBA Драфтнете. У нас же у ребят он был десятым, у Андрея, то есть у Андрея он хотя бы в десятку попал. Коля, я помню, в изначальной версии драфта, по-моему, поставил его одиннадцатым, но потом поменял свое мнение, двинул его на четырнадцатую строчку, в связи с чем Хендрикс как бы выпал из нашей ТОП-10. Человек, который как бы имеет вингспан больше семи, рост 6-8-19 лет, его называют очень классным, мощным форвардом, который может защищаться, прототипами его называют там условно паскальсяком или на худой конец Джереми Гранта, что как бы очень неплохо. Коль, почему так низко? На самом деле его часто еще как 3НД котируют очень хорошего, да, эдакого там Анну Ноби, да, или кого, ну, в общем, хорошего 3НД, вот, из-за физических возможностей, из-за 40%, практически трехи по сезону NCAA и так далее, вот, но про себя я подумал, что в целом эта подготовка в университете Центральной Флориды, как мне кажется, даже в теоретической части уступает, к подготовке того же Джерас Локера в Хьюстоне, а не оба первокурсники защитные, вот, это во-первых, как мне кажется, я бы считал это за минус, вот, и несмотря на свои физические возможности, по-моему, Хендрикс не может защищаться, как часто 3НД и форварды делают, там, с первого по четвертую позицию брать оппонента в защиту себе, вот, как мне кажется, его физические данные и возможности не самые подходящие под название 3НД, да, и человека, ради которого можно тратить пик лотереи, вот, как мне так показалось, вот, но он один из самых прогрессирующих во всяких моках, потому что в течение года его практически не было, а под конец сезона его рассмотрели, поэтому, как мне кажется, он высоко уйдет, но в целом, как мне показалось, это не тот человек, ради которого часто поднимаются в конец лотереи, обменивая там парочку 20-х пиков, да, у кого Хьюстон нынче парочку 20-х каких-то пиков, или у кого, вот, ради таких я бы не стал, но это лично мое мнение, я центральную Флориду мало смотрел вообще со времен Тако Фола, практически не смотрел ее, вот, но складывается такое впечатление. Ну, кстати, да, у Индианы еще несколько 20-х там пиков, по-моему, от Бостона еще, от Кливленда, да, то есть, и, кстати говоря, вот тоже наткалось на мнение, что Хендрикс отличный партнер во фронткорт Майлзе Тернеру, если в случае кема-будем мы говорили об отсутствии габаритов, то тут, наверное, тут такой истории нет. Андрей, есть ли тебе что-либо по поводу Хендрикса добавить? И если нет, то можешь, в принципе, нам поведать о Нике Смите, игроке, которого ты как раз в топ-10 свой добавил, которого вообще никак не отметил Коля, и который во большинстве мог драфтах в топ-10 тоже не входит, единственное исключение это как раз драфтнет, где он, по-моему, на восьмой или девятой строчке, но в целом, как бы, да, давай пока по Хендриксу закончим. Хендрикс это чувак, который уникально ограничен, то есть он очень хорош с точки зрения бросковой части, но представьте, что вот этот чувак, опять же, это 6-9 парень, который в пост в NCAA не мог регулярно стабильно играть, то есть это вот прямо такая проблема, которая, ну, я не знаю, мне кажется, что она будет сказываться достаточно сильно, и если ты в NCAA не мог этого делать, что будет в NBA, то есть ты ограничен только периметром в нападении, или же только каким-то катом с мячом в руках идти толкаться, идти завершать, то есть это вот, мы много говорили о разных людях, которые как классные финишеры, мне кажется, что этот человек в контакте вообще не может играть, то есть из того, что я увидел, это максимально мягкий проход, это максимально какой-то мисматчевый постап, только в таких случаях он что-то мог вот в этих классических бигменовских штуках делать, потому что это вообще, ну как бы 6-9, по поллиге 6-9 это центровые, то есть каким центровым ты будешь, если твоя игра спиной к кольцу и твоя игра в проходе, она, ну, достаточно слаба, поэтому здесь у меня есть понимание, почему он так опускается, но повторюсь, мало того, что он очень здорово бросает, в защите он благодаря вот этим размахам, благодаря вот, опять же, раме своей, он достаточно неплохо может блокировать, то есть если в нападении, там есть с этим проблемы, то в защите, опять же, как рим протектор он будет работать, то есть посмотрим, что из этого выльется, опять же, вот как только я увидел проблему в нападении, у меня есть сомнения по защите в NCAA, поэтому он у меня там не выше, да, где-то, несмотря на хороший бросок, реально сильный бросок, но вот опять же, посмотрим, что из него получится, действительно, его котируют как тренды, но по поводу Ди, именно сомнения ввиду NCAA. Про Ника Смита, я часть регалий, я вот помимо того, что это реально был в... Вот эта история Майкла Портера-младшего, знаете, вот очень похожа, как будто бы, потому что, типа, топовый школьник, о котором говорят вообще все в Америке, ломается, и ломается достаточно неприятно, то есть это комбо-гард, который создает бросок сам себе на уровне какого-то стритболлера, то есть ты не видишь часто, как люди вообще это умеют делать в... Вот мы Кэму Уитмора, да, расхваливали, для меня Ник Смит просто на три головы выше, когда он здоров, когда он в состоянии, да, все делать. Беда именно в том, что он, возможно, вот из-за своей травмы, почему все на него пасанули, я прекрасно понимаю, потому что он очень сильно застопился, да, как все пишут, не просто в баскетбольном развитии, а в развитии физическом, то есть ты из-за травмы он не смог постоянно заниматься в зале, он не мог постоянно расти, если за год прибавили все, он скорее даже, может быть, где-то сделал шаг назад, просто его изначально заложенный потенциал, это вот помните, Портер-Владший же, по-моему, 15-м пиком или 14-м, типа вот конец лотереи или около лотереи он уходил, и вот это такая же будет история, мне кажется, то есть ты берешь его в середине первого раунда, ты уверен в том, что это бешеный потенциал, в который ты вложишься, получишься охрененного чувака, при этом, ну, как бы я бы сказал, что он, наверное, и в защите сразу заходит сильнее, чем Майкл Портер-Младший, вот даже будучи топовым школьником, Портер-Младший не был топовым защитником ни у кого, но этот чувак очень хорошо работает на перехватах, на дефлекшенах, на каких-то вот даже, знаете, нетипичных для баскетбола моментах, когда там надо в транзишне что-то перехватывать, поэтому, ну, в транзишн вообще сопернику сбивать, поэтому Ник Смит для меня это такой вот, многие его сравнивали, если я ничего не путаю, с Гилбертом Ариносом, и это прикольное сравнение, то есть это вот прям сравнение, которому можно доверять, и в целом, ну, может быть, он слишком эгоистичный, да, из минусов, что последнее отмечу, остальное все Коле оставлю, типа, он даже не сколько эгоистичный, сколько играет в так называемый хиробол, как мне кажется, то есть это, я забью любой бросок, в том числе сложный, чем он будет сложнее, тем для меня круче, то есть он по выбору броска не самый идеальный кандидат с точки зрения того, что ты вот его в систему вставил, он сразу начнет играть, скорее всего, ему нужно будет набить шишки, ему нужно будет дать время на развитие, с ним нужно будет позаниматься, то есть это просто талант, в который нужно будет вложиться, и вот в этом самый большой вопрос, потому что если бы он не ломался, он бы сто процентов, я, ну, не знаю, Коля, вот согласиться нет, ты согласишься, Марк, нет, но это топ-4, топ-5 пик был бы, если бы не травма, то есть вот талант там такого уровня. Ну, я, пожалуй, свои мнения по этим игрокам не буду высказать, потому что брать не буду, у меня просто времени и желания не хватило настолько глубоко вкапываться, но сравнение Ника Смита я видел, например, с Джамалом Мюрреем и Брэдли Биллом, вот такие я сравнения наткался. Коль, если тебе что добавить по поводу этого игрока, не стесняйся, ну, а если нет, то можешь перейти к какому-нибудь одному из игроков, которых ты отмечал, например, о Худи Шефина можешь что-то рассказать. Ну, я про Смита, да, добавлю, что это тот класс игроков, которые из-за травмы, но привыкшую уже быть звездой уровня страны, готовы бежать на NBA, пока еще раз не сломались или пока не растеряли очки. Таким я всегда лично рекомендую остаться еще на год, ну, если бы я был каким-то там советником, скаутом или тренером. Он, к сожалению, ему выходит на драфт, и я боюсь, что вот это время, когда ему нужно раскачаться, как Андрей сказал, может очень много занять, и не факт, что ему повезет, как Портеру Майклу младшему. Но если так, то было бы здорово. Очень похожая история вообще, кстати, об этом не подумал. Вот. А про Худи Шефина, да, Джилен Худ Шефина, университет Индиана. По сути, третий разыгрывающий драфт, ну, если такой чистый ПГ университетский, вот, третий разыгрывающий драфт, который, и был топовым школьником год назад, он первокурсник. Вот. И в течение сезона очень, ну, как, хорошо, у него не все получалось в Индиане в первых матчах, он часто и плохо бросал, и в целом тяжело строилась его игра, но затем он сделал большой прогресс в рамках одного года. Когда многие заходят на One and Done, они мало чем развиваются, они приходят ради One and Done отсидеться годик, да, очень многие спортсмены. Вот. И я даже рад в этом плане, что не отменили правила первого курса, что всем придется хотя бы годик отучиться, познать теорию, но именно в рамках университета он очень хорошо развился, как мне показалось, и смог раскрыть как разыгрывающего, вот его основной показатель, как разыгрывающего элитного, ну, в рамках NCAA, то, что он смог развить своего одноглубника, уже достаточно старого, Трейса Джексона Дэвиса, он, по-моему, третий курсник, или уже выпускник, тоже с двойной фамилией, настолько он развил в атаке Джексона Дэвиса, став второй скрипкой, ну, или его основным подавателем снарядов и так далее, что тот был номинирован на все премии Нейсмита и так далее, ну, Джексон Дэвис, вот, поэтому, мне кажется, это многое говорит о худе Шефина, как о разыгрывающем, и как раз в районе середины раунда кому нужен запасной разыгрывающий еще какой-либо, он бы пришел ко двору, вот, как мне кажется, но и то, как он развил свой бросок к концу колледж года, мне кажется, может его и в ранг комбо-гарда какого-то применимо к нему, да, ну, если что, где-то он может сыграть шутинг-гард СГД на второй позиции, если, допустим, все слоты на ПГ будут заняты. Вот, я вот так думаю о худе Шефина, и если есть Андрей, Андрей, по-моему, свой топ не добавлял, ну, и можно в целом все равно слово передать. Да, если хочешь, я знаю, я знаю этого игрока, да, я просто, я его не расценивал из того, что я увидел, может быть, он поинтгард, но я его не расценивал как поинтгарда, то есть для меня это чувак ни там ни сям, потому что он вроде как и достаточно много теряет, и не то, чтобы идеален там, да, в нападении, и при этом он же очень плохо завершает у кольца, вот мы там говорили про Лонзо Болла сегодня вспоминали, вспомните, первый сезон Лонзо Болла, он в проходе вообще ничего не мог забить, то есть это прям такая вот уникальная хрень была, и вот есть что-то подобное здесь, но в отличие от Лонзо он не защищается так топово, при своих габаритах у него идеальное тело баскетбольное, всегда говорят, 6-6-6-7 с его виндспеном это идеальное баскетбольное тело, вот он им не пользуется, поэтому для меня третий поинтгард этого драфта, вот Кэм Воллос, наверное, из Кентаки, то есть прям вот такой чувак, у него просто, ну, проблемы очевидные есть там типа влево идти, это проблема этого нашего любимого французского паренька из Детройта, все время забываю его фамилию, Киллиан Хейст, настолько бездарный, что я все время забываю его фамилию, вот, вот, но при этом Кэм Воллос мне, ну, как поинтгард просто кажется больше, то есть не то, что Финна хуже, я, наверное, бы сказал, что он просто, я его не расценил как ПГ, вот прям в голову, но, наверное, окей. О ком, Марк, мы говорим дальше? Давайте Окионта Джорджа, вы оба его отметили, и так получилось, что он будет на моей обложке этого выпуска, потому что это лучшая картиночка, которую я нашел, которая будет у нас, наш подкаст на простроке Ютуба вообще в целом представлять, и с этим игроком я немножко ознакомился, насколько я понял, это такой волюм-шутер с, опять же, с рядом проблем, которые свойственны такого типа игроков, и сравнение, которое отткался там от Хардена до условного Кевина Мартина. как вам такие сравнения, и конкретно этот игрок, Андрей, давай, ты, наверное, говори, Коля, ты спрашивал. Слушай, это прикольный именно скоринг-гард, то есть не просто там шутинг-гард, да, какой-то именно скоринг-гард, причем я бы отметил, что он такой, это как раз агрессивный чувак, мы сегодня дважды уже, или даже трижды, а просто так говорили, в недостатке агрессии, здесь все в порядке, пойти там, подщит, забрать подбор, сделать что-то необходимое для того, чтобы он мог, ну, прям включиться в каждый эпизод, блин, это офигенная тема, базе контрол там просто сумасшедший, сумасшедший, вот, и... Говори по-нормальному, ебейший, можно, ничего страшного. Ну, то есть, это чувак, который офигенно завершает, просто проблема в том, что это, ну, мне кажется, что пока достаточно безголовый чувак, то есть, почему он не идет, вот для меня, например, он где-то там должен быть либо в конце лотереи, либо должен из нее выпадать, и если он из нее выпадет, я вообще вопроса не задам, то есть, он прям, он пойдет скорее заработать фолл, чем создаст себе или корешу хороший бросок. То есть, это вот самая такая большая его проблема, но с точки зрения завершения, пойти набрать очки, я видел, по-моему, на драфтнете сравнение с этим из Бруклина маленький гард Кэм Томас, который вот прям вот бежит, что-то делает, вот это прям хорошее, мне кажется, сравнение, когда мы говорим про Киента Джорджа. Коль, ты его рот тоже отмечал, поэтому можешь что-то сказать, но если нет, то можешь перейти к другому игроку, которого ты в этой категории отмечал. Ну, про Киента кратко, что да, это подвело его команду университета Бейлера в самый ответственный момент, у него там два из девятнадцати в мартовском безумии за две игры в сумме, или три из девятнадцати, ну, в общем, что-то ужасное. Вот, во-вторых, это, да, про Кэма Томаса очень похоже, поэтому из-за того, что он часто является черной дырой и свою агрессию не контролирует, он может, как и тот же Кэм Томас, выпасть за лотерею к концу первого раунда, набрать пятьдесят миллиардов очков летней лиги, но очень долго адаптироваться к NBA. Поэтому в этом плане я не очень сильно котирую Киента Джорджа, каким бы он суперталантливым школьником в топ-3, топ-4 год назад не был. Вот, а дальше у меня в этой категории около лотерейной Джордан Холкинс, которого нельзя было упомянуть, не упомянуть, это звезда университета Коннектику, единственный игрок в национальном финале между Коннектику и Сан-Диего стоит, за которым смотрели команды из первого раунда. Вот, единственная будущая, настоящая звезда из этого финала, как мне кажется, баскетбольная. И тут хорош форвард, который показал себя замечательно в течение сезона относительно первого курса и так далее. вот, это та звездочка категория Донта Довиченца, да, когда очень хорошее выступление в плей-офф повысило его котировки среди скаутов. Вот, и это как бы, ну и просто я его вставил, потому что если вы Джеймса Букнайта в лотерее пикаете два года назад из того же Коннектику, то кто-то Хоукинсу уж топ-20 точно должен забирать, мне аж обидно, кто Шарлот потратил на Букнайта такой высокий пик, вот потратили на Хоукинса. А так, ну, о нем очень многие знают, кто следил за мартовским безумием, это, ну, основная звезда вот этого плей-офф, поэтому очень хороший сноу-форвард. Ну, при беглом взгляде, да, первое, что бросилось в глаза, это, конечно, количество трех и эффективность, которые он их наваливает, поэтому, да, такому человеку точно в ассоциации мест найдется. Андрей, по поводу него есть ли что добавить или к последнему человеку в этом нашем списке может быть? Да, мне кажется, про Кионта тоже достаточно сказал, поэтому давайте дальше. Не, не про Кионта, а именно про Хоукинса. А, Хоукинса, про Хоукинса тем более нет, потому что, мне кажется, тут уже прям давайте к Кулебале двигаться, мне кажется. Кулебале это был кандидат от народа, это единственный человек, которого я в этот список пропихнул, это единственный человек, по поводу которого я решил заморочиться. Причина тому была, был твит, если быть точнее, Вимбаньямы, который он публиковал там сравнительно недавно, где сказал, что ребята, обратите внимание на моего одноклубника, и шарящие люди вообще должны выбирать его в лотерее. Ну, я решил, что Кулеб, я шарящий, поэтому надо посмотреть. И посмотрел, человек котируется от 12 до 15 номеров, в большинстве мог драфтов, единственный, кто стоит его низкая танкофона, 25 строчку. Парню 18 лет, рост 6-7, Вимкспан 7-3, и очень сырой продукт, но даже есть небольшие такие аналоги с уменьшенной версией Яниса, именно за счет его какого-то монструонзного Вимкспана. Если брать какие-то более, наверное, корректные и реалистичные сравнения, то, наверное, это Нуноби, ну или на худой конец Тори Крейг. Что меня поразило в нем, это, помимо атлетизма, это то, что вот в плей-офф французской лиги его статистика, его минуты бустанулись, его гораздо активнее заигрывают. Это уже тут точно идет не история про то, что нужно развивать таланты. Мне кажется, в самом Митрополитене немножечко охренели от того, насколько качественно он проявляет себя в плей-оффе, потому что в регулярке у него 18 минут, за эти 18 минут там 5 очков, 3 подбора, статистика защитная там около 2 стилоблоков, чуть-чуть до этого не доезжает. В плей-оффе эти 18 минут превращаются в 27, уже 9 очков, 3 подбора, полтора ассиста, опять же, почти 2 перехвата и действительно это вызывает, наверное, какие-то такие положительные эмоции и в целом подтверждает то, что человек в правильный момент сделал шаг вперед. Единственный момент то, что многие говорят про то, что там у него бросок очень вырос в этом году по сравнению с тем, что он показывал до этого. То есть в регулярке у него 45%, но при этом он бросал один раз. В плей-оффе вот это, наверное, единственная такая величина, которая откатилась назад. У него больше 2 попыток и при этом 25%. Поэтому там о каком-то стабильном броске вообще речи быть не может. Но вот перед записью я вот когда рассказывал про Кулебали, у Андрея вообще была такая забавная теория. Поделись с нашими слушателями, что это была за теория. Да, я задам ровно один вопрос. То есть если вы не интересовались активно Виктором Вимбаньямой и командой из Болонии Левлуа, то насколько вы вообще знакомы с этим парнем? То есть все такие скауты, и в том числе Вимбаньяма, который пишет в Твиттере о нем, это все работает ровно с той точки зрения, что мы о нем узнали, потому что о, классный парень бегает рядом с Вимбаньямой. Мы смотрим за Вимбаньямой. Офигеть, какой тут парень рядом есть. Я не могу сказать за его прогресс, потому что я, как и остальные, ни хрена о нем до этого сезона не знал. Я тут говорить ничего не буду, поэтому то, что я заметил. Ты очень хорошую вещь, во-первых, привел про цифры, как они поменялись. Как только ему доверили броски, сразу такой слет статистики и эффективности происходит. То есть как только ты чуть-чуть его нагружаешь, это, ну, интересно происходит. Он молодой, ему на данный момент, по-моему, еще 19 лет. Нет, что интересно. Вот, поэтому это такой момент будет забавный. Вот, но с другой стороны он с первой по четвертую позицию обороняется. То есть это прям, вот Сану Ноби, это прикольное сравнение, но опять же, почему меня это забавит? Потому что это вторая французская, грубо говоря, лига. Да, ну, типа баскетбол такой, который ты, хорошо, ты здесь, это профессионалы, ты бегаешь с мужиками, с первой по четвертую защищаешься, но уровень, даже самый классный, там, евролижный, да, взять, уровень атлетизма, и ты переносишь этот уровень на уровень НБА, это небо и земля, именно по атлетизму, и обороняться с первой по четвертую там, такой мальчик там вряд ли сможет. Я вот в это абсолютно не верю, поэтому для меня это такой, это вот, это, кстати, вот это Киллиан Хейс, да, история про Киллиана Хейс, она вот здесь очень похожа. Если мы говорим о Метрополитене, последний момент по поводу Метрополитена, я единственное обратил внимание на человека с фамилией How You Fat, мне нужно это переводить на английский, это игрок, который играет в Метрополитене, это постоянно, когда я натыкаюсь на хайлайты, и вижу это, просто вызывает смех, честно говоря, я уверен, что это, опять же, не вникало в всю эту историю подноготно, но я уверен, что это как бы такая сфабрикованная фамилия из разряда Meta World Peace, ну просто человек с чувством юмора. Не, не, How You Fat, да, это, мне кажется, вообще уже как бы с учетом NCAA и других пацанов, это заход на выпуск в следующем году или в этом году, не знаю, топ-10 самых смешных имен, и, кстати, How You Fat и Grady Dick, ну так, в топ-5 будут, но не факт, что будут первыми, у меня там есть пара кандидатов. Ну до них, да, еще до этих кандидатов дожить надо. Давайте переходить к последней рубрике нашего сегодняшнего подкаста, предлагаю сделать максимально короткое, можно, можете ребят даже вот двумя моноблоками фигануть, что в эти моноблоки будут входить, это список из потенциальных стилов этого драфта, то есть люди, которые вообще высоко не котируются, но при этом вот ребята считают, что может быть как-нибудь получится, что ребята стрельнут, как в свое время стрельнули Йокич, Томас, Баттлер и другие люди, которых очень низко выбирали. Предлагаю начать Коле, у вас, вы каждые накидали по три фамилии, у вас одна общая фамилия, так что, Коль, если ты начинаешь, если хочешь, можешь вторым пойти, как тебе угодно, если вот так вот, что общую вашу фамилию, тогда в конце сделать, чтобы вы с Андреем как змейкой вот так вот сразу работались и оба поделились как бы об этом игроке буквально одним моноблоком свои мысли. Да, ну давайте, про стилов, про слиперов, еще их называют, про людей, которых, ну как я постарался выбрать, возьмут во втором раунде о некоторых даже и в 50-х пиках, поэтому кратенько о них. Первая, это абсолютная звезда драфт-комбайна, разыгрывающая из университета Санта-Клара Брендин Подземески, это второкурсник, который в университете Санта-Клара очень отлично заменил, он не смог на первом курсе заменить Айот Досумно в Чикаго, поэтому, ой, в Иллинойсе в смысле, но он заменил на своем втором курсе Джейлену Уильямса, который потом зажег в Эклахоне, разыгрывающий вот топ-2 руки Эвордс, вот, он его отлично заменил, но все равно высоко не котировался, однако всех удивил на драфт-комбайне, когда за две двухсторонки вот этих, сколько, там по 10 минут играют на площадке, собрал по трипл-даблу практически, и многих зацепил и стал появляться в 50-х, 40-х пиках, вот, поэтому, если вам нужен какой-нибудь Малакай Флин условный, но не ценой первого раунда, то рассмотрите в Подземецке, Марков, да, Марков. Насмотрелся я на Малакай Флин в последние пару лет, пожалуй, нет, так хорошо шел, да, это такое. Поэтому в Подземецке интересная кандидатура, ну, и я его люблю, как Санта-Клара, Стив Нэш, вот это все, вы знаете, вот. Потом вторая кандидатура, это каждый год на всех подобных шоу, как в прошлом году здесь у Марка и до этого у Андрея на Пикентоке, я отдаю одну позицию Стила абсолютному бигмену-слиперу, в которого никто не верит, сегодня, в прошлом году у меня это был Кофе Кёкберн, до этого были, вот, в Сакраменто играют Нима Скита и Чемезе Миту, да, и так далее. В этом году эта статуэтка моя уходит, естественно, Адама Санога, это университет Коннектик, это MVP, получается, финал четырех мартовского безумия, дабл-дабл машина огромная, который в том числе как бы может быть и не задрафтован, мол, кому такой нужен, да, вымирающий вид центровых, но он в том числе, я читал, очень хорошо себя проявил на комбайне, поэтому все-таки пик вкупе со статуэткой MVP мартовского безумия может ему выпасть какой-нибудь там хотя бы сорок пятый пик, который перед этим шестнадцать раз обменяют на этом же драфте, но все равно Адама Санога запомните, следите, хотя все, кто следил за университетом, даже только в рамках мартовского безумия точно его знают. Вот. И третья кандидатура моего стела, которая совпала с Андреем, это Амари Бейли из университета UCLA, это бывшая топ-10 школьников год назад звезда, который тяжело ему, он выбрал такой замечательный вуз, но ему тяжело удалось в нем проявить себя, потому что есть ветераны в рамках колледжа, Джейми Хоккеес и Тайгер Кэмпбелл ему помешали, потом еще ДПО из сезона Джейлин Кларк мешал ему играть, но сломался, и вот те минуты увеличенные, которые получил скамеечник, вроде бы звездный скамеечник, Амари Бейли, он замечательно себя с ними проявил, естественно, это комбо-гард, ему, естественно, нужно развивать и физику, и бросок у него достаточно такой школьный, студенческий, но все равно он отлично себя проявил на выделенных минутах, и в том числе на драфт-конбайне, насколько я читал, тоже здорово себя проявил, а еще с его мамой встречался Джа Морент, если Андрей хотел об этом сказать, я у него украл факт, вот, все, поэтому если его задрафтуют Мемфис, будет очень здорово, как раз подменят Джа, пока тот будет, да, как раз подменят Джа, пока тот будет на дисквалификации большой, вот, поэтому передаю слово Андрея по его стилам, которые, ну, меня достаточно удивили, но это сейчас обсудим, если что. Да, про Мари Бейли просто, и чтобы завершить здесь, я добавлю, что вы, в принципе, берете чувака в духе, я не знаю, такой подвижный, защищающийся, хочется сказать Дэвиан Митчелл, но он, на самом деле, чуть полезнее в нападении заходит, то есть, наверное, что-нибудь типа Эбри Брэдли, наверное, помните, из такого, еще там, пять лет назад гулял такой атакующий защитник по командам, вот, в Бостоне больше всего отметился, вот, мне кажется, что плюс-минус эта история именно вот сюда. Мои заходы Дарик Уайтхед, еще один дьюковский персонаж, просто, опять же, да, вот, никто их высоко декортировать не будет, но я достаточно много о нем знаю благодаря его обучению в программе Монтверд, это достаточно сильная программа, в которой он очень много чего в себе развил, и он там обучался с девчонкой нашей, которая в женской NCAA играет, Ксюшка Зловой. Я с ней знакома, она мне очень много про Даррику Уайтхеда рассказывала, как он тренируется, что он делает, как он вообще готовится к играм, да, то есть у них там же общие кемпы, они, в принципе, мальчики, девочки там не так много раздельно тренируются, если мы не говорим там о каких-то 5 на 5, например, да, и когда мы говорим про Даррика Уайтхеда, это, в принципе, очень такой классный заход про чувака, который, мало того, что талантлив и может заходить, знаете, вот, ну, это all-around игрок, вот, это all-around игрок, ну, получил, для примера, получил MVP на Макдональдс All-Star American, да, вот на той самой игре, сделав практически трипл-дабл, у него 13 плюс 7, плюс 7 там было, и то есть вот это парень, который на фоне остальных молодых игроков, вот, куда вы его не суньте, он всегда будет на их фоне выглядеть очень солидно, понятно, что у него не было возможности себя там сильно круто проявить, но, в принципе, я думаю, что вполне себе парень, опять же, если вы его выберете там в районе 30-го пика, например, где-нибудь, я думаю, что он где-то там будет выбираться, конец первого раунда, в начале второго, ну, вот, посмотрим. А можно вот тут добавлю один момент про Уайтхеда, что действительно он был MVP All-American, замечательный школьник, вместе с Лайвлих Дюк спил, хоть уже и без майка к Жижевске, но почему он так низко рассматривается, из-за того, что он в первый же день августовских сборов год назад получил тяжелую травму, перелом там стопы или чего, пропустил полсезона, а вторые полсезона очень пытался у Марка Митчелла в Дюке выиграть конкуренцию за вот эту позицию тройки-четверки, форварды, вот, и поэтому, как бы, сезон получился у него очень смазанным, и он в том числе его высоко котирует его здорового год назад так в драфте, ну, высоко там порой он там в топ-20 залезает и так далее. Вот это, да, это похожая история с Ником Смитом получается, то есть, это как раз-таки такая штука, это точно такой же заход, то есть, это, по сути, он же не просто там классный был школьник, он пятизвездочный рекорд был, это очень важный, поэтому, я думаю, что он вполне себе сможет себя проявить, он же, когда вот выходил, им заинтересовались Канзас, Дьюк, ему из Жилика Игнать прилетело предложение, так что вот этот момент был. Еще один парень, который здесь, это человек, который был тоже топ-школьник, но пушки, нацеливание оружия на автомобили, и вот это вот все, и абсолютно безголовый именно в этом плане, и поэтому он аж в середине второго раунда, это Эмани Бейтс, то есть, это, это, это просто несоизмеримо, здесь он сил не потому, что он там, его команда выберет, и он станет там, да, открытием в духе не обязательно MVP, а там станет полезным для своей команды, как, например, Дреймонд Грин, которого тоже во втором раунде выбирали, нет, здесь именно речь о том, что это не соответствие уровня таланта, уровню, вот, котировки, да, где его выбирают, поэтому здесь все просто, Эмани Бейтс, чувак достаточно сложенный, классный, но вот просто, такое ощущение, что думающий не о том, в НБА при правильной системе, при правильном менторе, очень страшно представить, что из него вырасти может, есть ощущение, что в соотношении таланта Эмани Бейтса, засунем его в правильную систему, представим, что самый позитивный сценарий, самый какой-то классный, положительный, мне кажется, что Эмани Бейтс может стать там, типа, по итогу, одним из 10 лучших игроков этого драфта, например, то есть вот пройдет там, типа, лет 6-7, и вот самый положительный сценарий, который для него в мире существует, он может туда попасть, и последний, кто у меня был такой, из заходов, да, это Грегори Джексон, ГГ Джексон, как его многие называют, парень, который офигенный, с точки зрения того, что его опять, это еще один пример того, что ты засовываешь человека в команду, он готов играть прямо здесь и сейчас, короче, это, я не могу сказать точно, на какой позиции он играет, он 6-9 ростом, но это не, вот в том, что он показывает, это не классический, мощный форвард, это скорее нечто подобное, знаете, такой вот, очень мощный Аарон Гордон, такой вот тоже, с шикарным прыжком, с офигенным, с офигенным заходом на защиту, 7 футов у него размах рук, при 6-9 росте, и 3-левел скоринг в нем есть, в нем есть очень многие вещи, за исключением того, что он, мне кажется, неправильно выбирает броски, это его самая большая проблема, то есть, это игрок, на которого надо загружать, то есть, он как кэч-н-шут, по сути, да, он очень ограничен, потому что он не сам выберет бросок и завершит, а его надо загрузить под этот бросок, то есть, он либо катер, либо кэч-н-шут, бросающий игрок, но ни в коем случае не чувак, который сам себе создаст, к сожалению, этот навык чуть ли не самый ценный для многих на драфте, поэтому Джексон, на самом деле, я не знаю, где он котируется, для меня бы, с учетом многих его моментов, вот при этом низком старте, да, он должен быть рядом с лотереей, почему? Потому что он, в отличие от многих других, очень молод, вот мы говорили про Кулебали, если бы не он, это был, по-моему, он даже, кстати, младше Кулебали, я не знаю, по-моему, 19 исполнится, как только он там в лигу, именно сезон начнется, то есть, по-моему, он даже младше Кулебали, и это офигенно важная вещь, потому что молодые игроки, которые вот заходят при наборе большого количества талантов, с достаточно классными физическими данными, он очень атлетичный, он очень мощный, он реально сильный, и я считаю, что он может быть вот таким вот, опять же, вот мы видели, как Джеллен Дюрен, самый молодой игрок играл, и снова мы его вспоминаем, здесь может быть нечто похожее, но этот чувак на 3-левел-скоринге реально выступал, и я думаю, что он много бросал издалее, поэтому вот Грегори Джексон для меня человек, которого на самом деле должны выбрать где-то с, ну, с 14-го по 20-й пик. Грегори Джексон, да, идет там в конце первого раунда, а так, в целом, по поводу того, что вы сказали, у меня буквально пару вещей, есть добавить, во-первых, это то, что Эмони Бейтс действительно был топовым там школьником, в свое время про него много говорили, в том самом баскетбольном гейме, в котором я играю, он регулярно там в топ-3, топ-5 потенциалу игрок, со своего драфт-класса, но в целом, да, очень много у него было решений вне корта, и на картинке он появился, как человек с очень маленьким баскетбольным IQ, и человек с его ростом не должен иметь вес 80 кг, который ему приписывают, человек выглядит, как реально Мозес Браун проходил кастинг на главную роль в фильме «Машинист» вместо Кристина Бейла, честно говоря, поэтому да, но с точки зрения таланта, на самом деле, очень напоминает историю Бола-Бола, может быть такой вариант, Бол-Бол до сих пор свой талант, как бы, на самом деле, не раскрыл, но тоже покатировался, как очень талантливый, но был выбран там в середине второго раунда, может быть, Эмони Бейтса постигнет такая же участь. И еще момент, мы забыли одного игрока, который Коля, вообще изначально, да, планировал пихнуть в почти топ-10, но я проверил там все списки, и человек очень низко котируется ввиду своего возраста. Он будет выходить на драм в возрасте 22 лет, ему 23 исполнится уже совсем скоро. Это идентичный брат-близнец Кигана Мюррея, который вы могли запомнить по сезону. Сакрамент — это Крис Мюррей. Ну и вот я предоставлю Коля рассказать про него, почему он не ответил. Да, это вот то, о чем мы говорили в течение выпуска, это 10-е будет. Ну, явно Томпсонов обоих выберут выше Мюррея, и Мюррей, Крис и Киган станут 10-й в истории НБА парой братьев-близнецов, которые сыграют. Вот. И Крис, замечательная история, да, то, что они вместе, естественно, братья-близнецы поступили в Айову, и на первом курсе оба не играли, смотрели на Луку Гарзу со скамейки запасных. Во втором сезоне Киган Мюррей стал звездой Айовы, там почти все выиграл в плане индивидуальных наград, был восковыбран. Крис все равно сидел, смотрел это со скамейки, но на третьем курсе уже все, все ушли, все поменялись. Он выходит на позицию Кигана и выдает абсолютно идентичную статистику. Мало того, что они визуально похожи, он и абсолютно так же, как он играет, но за единственным исключением у него слабее защита, вот эта латеральная скорость боковые, передвижение и так далее. Вот. Поэтому если кому-то очень понравился Киган Мюррей, но он его не выбрал, так как его под четвертым взяли, но вы можете взять того же игрока, потому что все то же самое, что есть у Кигана в плане там броска и так далее, все это будет. Будет только похуже защиты, и поэтому он все равно котируется в двадцатых пиках и так далее. Вот. Поэтому это очень замечательный игрок, последите за ним, явно будете, если смотреть драфт, то в конце первого раунда его услышите и увидите. Двадцать четвертый пик у Сакрамента, Скотт Макнер, ты знаешь, что делать, обидеть братишек, почему бы и нет. А так, в целом, забыли ли мы кого-то? Пишите в комментариях, дорогие слушатели, по поводу стилов, делитесь своим мнением относительно топовых драфт-проспиков, которых мы постарались максимально распространенно сегодня изложить свои мысли. Ну, а мне лишь, наверное, остается начать часть прощания сегодняшнего выпуска. Два часа с небольшим хвостиком у нас получился. Спасибо большое, ребят, за ваше время и за ваши знания, что в первую очередь, потому что один бы я бы это точно бы не вывез. Вы лучшие, что могу сказать. Я оставлю, как всегда, ссылочки на ресурсы, ребят, в описании. Андрей Панкрашев, который является одним из лиц, взял мяч, но в первую очередь внизу будут ссылки на конкретно его проект Pick'n Talk, группа ВКонтакте, канал на Твиче, что является, наверное, главным ресурсом Андрея в последнее время канал в Телеграме. Ютубыч, Ютубыч, Ютубыч ожил. Я рад, что мы стали хотя бы по полторы-две тысячи собирать, так что здорово. Мне это приятно. Если можно, то и туда заглядывайте. Сто процентов ссылочка точно будет. Спасибо большое, Андрей, как обычно. Ну и как бы надо будет как-нибудь скопирироваться, как обычно, какой-нибудь фильм посмотреть, там вышел уже фильм с этим, про школьную команду Леброна Джеймса, ремейк Белых не умеет прыгать. Надо будет, короче, контента постараться. Надо только с бинго, с бинго на алкоголь сделать. То есть, короче, даже Колю на это пригласить, на этот просмотр. Короче, сделать алкоголку игру на это дело и просто посмотреть, что из этого получится. Сколько раз во время фильма там Леброна Джеймсона зовут Special One и того, да? Ну, короче, да. В принципе, можно будет сделать. Ну и, конечно же, ссылки на ресурсы Коли, конечно же, в Телеграме, его два канала. В первую очередь, конечно, на NCAA подписываться, потому что он за этим следит. Много уже там профилей игроков создал и, я думаю, создаст еще больше к моменту выпуска этого подкаста. Спасибо тебе большое, Коль, еще раз. Ну и, конечно же, всегда рады тебя видеть и слышать на просторах Баскеттока. Большое спасибо за приглашение. Да, Марк правильно сказал, к моменту выхода этого выпуска вы подробнее уже сможете почитать и про Скута Хендерсона и про других его ребят из G League Team Ignite, которые тоже, в том числе, котируются в районе конца первого, там, начала второго раунда также, и про Близнецов Томпсонов можете перечитать в буквенном формате. Ну и в целом, да, самый страстный баскетбол происходит в NCAA, поэтому следите, это замечательно, не только, чтобы знать потом имена и говорить, а я его помню еще там школьникам или там студентам, а просто, чтобы увидеть ту самую красоту, за которую мы любим, в том числе, баскетбол, страсть, ребячество и никаких денег практически, ну или роли этих денег, самый настоящий кайф, как и мартовское безумие, так и в целом. Вот, ну и еще раз спасибо за приглашение, это было замечательно, как всегда, обсудили мою любимую тему в компании моих любимых аналитиков, вот, поэтому приглашайте еще и на Алко-стримы, да мы с Андреем в Москве и без стримов можем Алко-игры устроить, вот, а поэтому всем большой привет и любите баскетбол. Ну а мне лишь остается добавить, что помимо ссылок на источники ребят, конечно же, будут мои ресурсы, такие как твич-канал Баскетток, на котором в последнее время ничего не происходит, но рано или поздно точно что-то будет, поэтому подписывайтесь, телега с перезаливами, хай-файв вконтакте и в телеграме, блог на Спортсрук, где выходит новость нашего проекта, канал на Микс Клауде, где выходит аудиоформат наших подкастов, вроде ничего не забыл. На этом на сегодня все, с вами был ведущий проект Абаскетток Марк Бурчаков и до следующего подкаста. Субтитры создавал DimaTorzok